Ким голосом сказал, независимо от того, что происходит, мне придется сделать Плутон намного меньше, чтобы проскользнуть между облачными животными и не вступить в конфликт с ними. В противном же случае нас могут заметить эксперты-хранители зверей. Каер же кивнула и глубоким голосом сказала, если Плутон станет меньше, то мы вполне сможем проскользнуть. Однако, брат Джао, почему бы нам не установить несколько транспортных массивов прямо на корабле? Таким образом, мы сможем выполнять огромное количество различных задач. Причина, из-за которой Джао не устанавливал транспортный массив на Плутоне, заключалась в том, что последние каждый раз выбрасывали интенсивные энергетические волны. Если он стоит на Земле, то ничего страшного. Однако, если поставить его на огромном магическом артефакте, то тот со временем начнет разрушаться. Таким образом, уже после десятого использования транспортного массива от корабля, на котором он расположен, ничего не останется. Разумеется, что даже большие миры не могли позволить себе подобного. И здесь речь идет не только о впустую потраченных материалах. Не стоит забывать, что на создание одного транспортного средства тратятся не только ресурсы, но и огромное количество времени. Поэтому никто в здравом уме не станет использовать столь глупым образом артефакт, который большое количество мастеров создавало несколько месяцев, если не лет. Последнее уже зависело как от размера артефакта, так и от исполняемых им задач. Однако Плутон Джао весьма отличался от остальных артефактов. Он состоял из практически неразрушимого материала, и поэтому вполне мог выдержать энергетические колебания, создаваемые транспортными массивами. Следующие два дня Джао отдыхал в пространственной ферме. В это же время мир сокровищ начал собирать свои войска. Однако они состояли не только из их экспертов. Так мир сокровищ позвал и силы своих самых преданных вассалов. Разумеется, что мир сокровищ не стал скрывать все происходящее от всех остальных больших миров. А если говорить точнее, он хотел, чтобы о существовании моря облаков узнали малые миры. В последней битве их покровители понесли огромные потери, и поэтому если вассалы узнают о произошедшем, то, безусловно, начнут проявлять определенное недовольство. Иными словами, сейчас поле битвы в Аньцзе находилось в состоянии невероятно хрупкого баланса, и любое событие могло значительно изменить распределение сил. Нет, естественно, мир сокровищ все же вел некоторую работу по обеспечению безопасности. Однако она скорее велась лишь для того, чтобы остальные большие миры ничего не заподозрили. И вот через два дня было собрано 20 000 экспертов. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы они могли осуществить свой план. Тем не менее, Джао отправился не к острову, что служил отправной точкой прошлой экспедиции, а на базу полпусов. Естественно, что подобное не могло не удивить остальные миры. Более того, мир сокровищ моментально усилил свой контроль над островом Осьминога. Последний довольно-таки сильно пострадал во время последней войны, но после победы полпусы, при поддержке мира сокровищ, полностью восстановили его. Более того, благодаря последним военным кампаниям они значительно расширили свою территорию. Также нельзя не отметить, что после открытия моря облаков их база стала очень важным местом. Ведь вы могли попасть прямо с нее в море. Но самое главное, что не так уж далеко от острова Осьминога вы могли наткнуться на черные тучи. Именно в их распространении и заключался план Муя. Зачем подчинять темные тучи? Все довольно просто. Муя собирался переместить к острову Осьминога Большой Белый и начать его выращивать. Да, скорее всего у них ничего не получится и куда более вероятно, что туча начнет уменьшаться. Однако теперь мир сокровищ сможет довольно легко оправдать источник, из которого они будут брать белые тучи. Услышав этот план, Джао тяжело вздохнул, но он не стал отрицать, что такой метод вполне способен сработать. До тех пор, пока пространственная ферма способна создавать белые облака в больших объемах, никаких проблем не будет. Что же касается мира сокровищ, то его совершенно не интересовало, откуда именно будут приходить белые облака для их облачных зверей. Каким образом глава клана Будда сможет все это оправдать и как он сможет притащить к острову Осьминога огромную белую тучу? Ведь последнее нельзя было поместить в пространственные хранилища? Тут все довольно-таки просто. Для подобных целей Джао может воспользоваться своими огромными артефактами. Главная проблема белых облаков заключалась в том, что они могли существовать лишь в весьма специфических условиях. И если пространственные хранилища не могли его обеспечить, то Плутон и остальные огромные артефакты вполне способны имитировать ту или иную среду. Разумеется, что люди из других миров ничего из этого не знали. Что неудивительно, все же у них не имелось достаточно времени, чтобы как можно более детально изучить белые облака. Поэтому, когда глава клана Будда сумеет вернуться из моря облаков и принесет с собой большую белую тучу, то мир сокровищ сможет приписать себе все возможные чудеса. Таким образом вызывая еще больше зависти у остальных больших миров. Разумеется, что Джао рассказал Муя о своем намерении установить несколько транспортных массивов прямо на Плутона. Разумеется, что подобные слова весьма обеспокоили старейшину, но глава клана Будда заявил, что ему не о чем беспокоиться. На этот раз Муя отправился вместе с Джао. В данный момент деревни Иньюн все также руководил Танцзи. Хотя нельзя не отметить, что теперь на этой скрытой базе также постоянно находилось и несколько старших мастеров, конечно же отъезд Джао не мог не привлечь внимания других миров. Безусловно, никто не ожидал, что мир сокровищ решится отправиться в море облаков. По их мнению, с последней битвы прошло не так уж много времени, и их противники все еще слишком насторожены. Более того, все большие миры были совершенно уверены, что эта атака полностью провалится. Ведь мир сокровищ не обладал достаточно огромной силой, чтобы сокрушить невероятно мощную армию экспертов моря облаков. Иными словами, все большие миры поля битвы в Анцзи с нетерпением ожидали увидеть невероятно грандиозный провал. Глава 1585. Подготовка. Вспыхнул белый свет, и Джао с Мую появились в деревне Инюнь. Сейчас в этом месте царило небывалое оживленнее. В последнее время количество облачных домов весьма возросло, но это никак не способствовало обнаружению деревни Инюнь. Джао и Мую в последние два дня возглавляли 20.000 армию. Однако они отправились в море облаков не при помощи магического массива. В этот раз глава клана Будда использовал свою собственную пространственную магию. Стоит отметить, что Танцзи уже ждал их. Поэтому, когда глава клана Будда и Мую появились, он сразу уже подошел и произнес. Брат Му, младший Джао, прошло уже довольно много времени с тех пор, как мы виделись в прошлый раз. Надеюсь, что вы не слишком скучали по мне. Разумеется, что эти слова заставили Джао и Мую засмеяться. После чего большой брат произнес, я слышал, что младший проделал очень хорошую работу. Это прекрасно, а то я уже думал, что мне придется все переделывать. Танцзи же засмеялся, а потом сказал, хорошо, давайте для начала пойдем и встретимся со старейшинами. После этого он повел парней к старейшинам. Стоит отметить, что мир сокровищ все еще уделял огромное внимание деревне Иньюн. Тем не менее, старейшины не вмешивались в происходящее. Однако Джао и Мую все равно должны были встретиться с ними. Поприветствовав старейшин, Джао и Мую пришли в облачный дом Танцзи. Последний отличался чистотой и аккуратностью, но в комнате находилось несколько облаков с вином. Танцзи пригласил двух парней, а затем предложил им выпить. После того, как трое выпили, Танцзи посмотрел на Джао с Мую и спросил, парни, а чем вы занимались? Куда вы пропали? Я спрашивал об этом наставника, но он лишь отругал меня. Джао же посмотрел на Мую, но тот также взглянул на главу клана Будда. Ну, а потом оба парня одновременно улыбнулись, Мую же сказал, младший Цзи не стоит раз спрашивать о всем этом. Никто не сможет дать тебе ответа. Так что не стоит даже пытаться. Услышав это, Танцзи кивнул и больше ничего не спрашивал. Он знал, что некоторые секреты лучше и в самом деле не знать. Так что Танцзи сделал глоток и произнес, я уже знаю, какую задачу вам поручили. Но не стоит волноваться, завтра мы все подготовим. Однако Джао покачал головой и сказал, не стоит. На этот раз я не стану трогать деревню и нюнь. Белые облака я возьму в другом месте. Услышав это, Танцзи переспросил, в другом месте? Но разве таким образом мы не выдадим себя? Это же уж слишком опасно. Джао же слегка улыбнулся, не стоит так сильно волноваться. Моя цель находится едва ли не в самом центре моря облачных зверей. Ранее, когда я впервые попал в море облаков, то наткнулся на довольно большой остров. После этого его существенная часть была превращена в изменяющиеся облака, но довольно многое осталось. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы они пропадали впустую. Услышав эти слова, Танцзи ему кивнули, а последний произнес, тогда все хорошо. Однако, сможешь ли ты попасть на этот остров лишь при помощи своих пространственных сил? Было бы намного лучше поступить именно таким образом, чтобы не рисковать привлечь внимание местных жителей. Джао в свою очередь улыбнулся и произнес, не стоит так сильно волноваться. Я пойду первым и, убедившись, что все в порядке, попытаюсь убрать белые облака. Если мне это удастся, то вы войдете в Плутон через транспортный массив, и мы вернемся вместе. После этих слов Мую кивнул, он прекрасно знал, что Джао тратит на использование своих пространственных сил очень много энергии, и поэтому прекрасно понимал, что в данном случае ему действительно не стоит идти вместе с ним. Хорошо, но будь осторожен. В последнее время облачные звери кажутся каким-то сумасшедшими. Как только кто-то осмеливается войти в море, они будут атаковать его словно безумные. Именно так мы потеряли довольно много хороших парней, поэтому недавно я отменил твою миссию по отлову животных, сказал Танцзи. Услышав это, Джао кивнул головой. Разумеется, что глава клана Будакой что знал о ситуации в море зверей. В последнее время количество животных, значительно возросло и они стали куда более агрессивными. Впрочем, что же послужило причиной для подобного никто не знал. Ну, а так как они не могли позволить себе вернуться слишком быстро. Ведь подобное вызовет подозрение, Джао не спешил отправляться в море облачных зверей. В конце концов, ну что там может случиться с небольшим облачным континентом? С другой стороны, сейчас у главы клана Будаколова болела по совершенно другой причине. Именно поэтому он решил на некоторое время остаться в деревне, чтобы разрешить свою самую главную проблему. Белые облака и в самом деле можно было перемещать, но если их потянуть слишком сильно, то они тут же порвутся. Иными словами, когда Джао попытался использовать большой крючок, то лишь сделал большую дыру. Но если этот план не работает, то тогда следует использовать другие методы. Но вот какие, именно из-за этой проблемы голова Джао едва ли не раскалывалась от боли. Поэтому глава клана Будда некоторое время провел в пространственной ферме. Белые облака имели как вес, так и объем, так что их можно было перемещать. Однако, как только давление на тучи слишком сильно возрастало, они тут же рвались. Если же двигаться вперед медленно и плавно, то на вас то и дело будут нападать облачные звери. Да, многие из экспертов мира сокровищ уже приспособились к местным условиям, но они все равно очень сильно уступали сильнейшим из облачных монстров. Хотя Мую и Танцзи не знали, почему Джао не выходят из своей комнаты, они не стали спрашивать, а лишь занимались вопросами, связанными с развитием деревни Ньюнь. Если они хотят вернуться, то должны оставить в деревне часть своих сил, потери и забрать с собой некоторых из местных экспертов, пленники. Таким образом остальные большие миры смогут увидеть, что последние не так уж и страшны. Их также можно одолеть и поймать. Вот только выбрать тех, кто отправится на поле битвы в Анцзи, довольно-таки сложная задача. Добровольцев было даже слишком много, но из них предстояло выбрать не только самых верных. Не стоит забывать, что в данном случае многое будет зависеть от их актерского мастерства. Таким вот образом Джао и Мую провели в деревне более месяца, глава клана Будда проверял различные методы, а большой брат отбирал кандидатов. Джао планировал создать большую сеть, чтобы покрыть весь облачный остров, а затем позволить Плутону потянуть ее вперед. Но этого явно будет недостаточно, поэтому позади он создаст стену из изменяющихся облаков и будет пихать ее при помощи всех своих остальных артефактов. Лишь таким образом ему удастся переместить огромный остров. Большая сеть, сделанная Джао, также была изготовлена из изменяющихся облаков. Все дело в том, что создать ее из серебряного союзника он не мог. Как оказалось, сверхпрочный металл совершенно спокойно разрезал даже самые толстые облака. Именно поэтому главе клана Будда пришлось использовать материал с аналогичной плотностью. В противном случае ему не удастся достигнуть поставленной цели. Хотя большая сеть, созданная изменяющимся облаком, не такая уж цепкая, но она действовала намного лучше, чем все, что имелось в его распоряжении. Итак, после месяца отсутствия Джао, наконец вышел из своей комнаты. Танцзи и Мую уже ждали его. В деревне Инюнь оказалось не так уж много работы, поэтому они справились намного быстрее. За это время облачные звери прекратили вести себя весьма агрессивно и полностью успокоились. Так что охота на животных снова возобновилась. Но теперь охотники не решались заходить слишком далеко. Как только Джао вышел из своего дома, Мую и Танцзи сразу же узнали об этом и поспешили к нему. Увидев их, глава клана Будда слегка улыбнулся, а потом произнес, большой брат, брат Тзи, соберите все незадействованные изменяющиеся облака. Я готов отправиться за облачным островом. Хотя Джао не сказал, что именно делать, Мую и Танцзи не стали ничего спрашивать. Они полностью доверяли главе клана Будда. Так что парни тут же принялись отдавать приказы. Вскоре эксперты деревни Инюнь и все остальные начали действовать. Из-за полезности изменяющихся облаков в распоряжении каждого из них имелся запас неиспользуемых изменяющихся облаков. Джао немедленно организовал людей и начал плести сеть. Последняя отличалась очень и очень огромным размером, и поэтому главе клана Будда пришлось привлечь всех, кого только можно. Им потребовалось целых 10 дней, чтобы соткать сеть. Последняя оказалась настолько огромной, что покрыла практически всю деревню. По сравнению с ней даже Плутон казался чем-то меленьким. В дополнение к этой сети Джао также сделал еще несколько деталей, таких как стена из изменяющихся облаков. После того, как все было готово, глава клана Будда отправил эти необычные вещи в пространственную ферму и, обращаясь к Мую, произнес «Большой брат, ждите моих указаний. Как только я захвачу облачный остров, то немедленно сообщу вам об этом». После этих слов Мую кивнул и глубоким голосом сказал «Хорошо, тогда сделай все, что можешь, но самое главное не забывай о собственной безопасности». Услышав это, Джао кивнул и тут же исчез. А вот Танцзи, глядя на то место, где он стоял, с тяжелым выражением на лице спросил «Брат Му, как ты думаешь, с ним все будет в порядке?» Мую в свою очередь покачал головой и ответил «Не волнуйся, Джао настолько силен, что ты даже не сможешь себе этого представить. Так что давай просто подождем. Я полагаю, что вскоре он вернется с хорошими новостями, хотя Танцзи не совсем понимал, почему Мую так уверен в Джао, но все же просто кивнул. Однако они все же подготовили людей, чтобы получить возможность в любой момент поддержать главу клана Будда, а в это время Джао уже появился на Облачном острове, именно в этом месте он встретил Гулина. За прошедшее время это место совершенно не изменилось, что не могло не удивлять. Все же остров находился в море облачных зверей, и последние должны были очень хорошо погрызть его, но сейчас Джао не мог думать об этом. Он немедленно выпустил всех своих немертвых созданий, а затем вынул большую сеть и стену. В то же время глава клана Будда выпустил Плутона и все свои остальные огромные артефакты. После того, как все было готово, Джао немедленно приказал немертвым начать укладывать сеть. Естественно, все это заняло довольно много времени, но вот огромный остров, наконец, сдвинулся с места и начал медленно ускоряться. Разумеется, что Джао не мог не волноваться. Он кропотливо работал для достижения подобного результата и у него действительно все получилось. Вот только в этот момент он внезапно услышал голос Каир, брат Джао, будь осторожен, к тебе направляется огромное количество облачных зверей. После этих слов лицо главы клана Будда тут же изменилось, и он сразу же вынул нефритовый меч, чтобы уже через мгновение отпустить его. Глава 1586. Король облачных зверей. Мую ждал новостей от Джао. Деревня Инюнь полностью приготовилась, эксперты моря облаков уже находились возле транспортного массива. Поэтому, как только Джао подаст сигнал, они тут же отправятся в путь. Прошло уже несколько часов с тех пор, как глава клана Будда ушел, и Мую начал понемногу волноваться. Но в этот момент внезапно появилась пространственная трещина, и из нее появился нефритовый клинок. Мую взял меч и внимательно просмотрел его содержимое, после чего его лицо не могло не измениться, и он тут же закричал, всем быстро войти в транспортный массив. Мы отправляемся немедленно. Танцзе стоял рядом с Мую, и когда услышал эти слова, его лицо не могло не измениться. Он знал, что случилось нечто действительно плохое, что случилось, что с Джао. Мую в свою очередь кивнул и сказал, что Джао готов, но на него собирается напасть огромное количество зверей, так что глава клана Будда боится, что не сможет их остановить. Поэтому нам следует поторопиться. Люди, обслуживающие транспортный массив, также прекрасно знали, на что они идут и на что способны. Так что все ускорились, статус Джао в мире сокровищ очень высок, и о нем слышали даже эксперты маленьких миров. Более того, для них он являлся чем-то вроде примера. Все же его принял в свои ряды большой мир, и он достиг небывалых высот. Разумеется, что многие желали пройти по его стопам. Как только произошла вспышка белого света, на Плутоне появилась группа экспертов. Заметив их, глава клана Будда немедленно закричал, быстрее отправляйтесь вон туда. Когда эксперты увидели, куда именно указывал Джао, то заметили, как Плутон тащит за собой огромный остров. Естественно, что подобное зрелище не могло не ошарашивать. Тем не менее, они тут же принялись выполнять указания Джао. В это время на Большом Облачном острове уже стояло очень много бессмертных. Они направляли свое огнестрельное оружие на приближающихся к ним зверей. Более того, Джао даже вытащил и расставил по острову определенное количество пушек. Видя все это, эксперты стали еще более серьезными. Многие из этих уже сражались вместе с Джао, и поэтому прекрасно понимали, на что способно оружие ткачей. Но если даже имея столь огромную мощь, глава клана Будда все так же нервничает, значит все очень и очень серьезно. Как оказалось, они действительно не ошибались. Сейчас им противостоял невероятно могущественный враг. Все дело в том, что глава клана Будда ошибся, когда посчитал, что звери не нашли этот облачный остров. На самом деле его обнаружил сильнейший из них, король облачных зверей. Поэтому совершенно неудивительно, что он очень сильно разозлился, когда Джао попытался украсть у него его самое любимое лакомство. На этот раз количество облачных зверей, что пришли со своим королем, превысило 100 000. Разумеется, что все они обладали огромными силами, но самой главной проблемой безусловно являлся именно король облачных зверей. Даже Джао с его силами не мог одолеть это существо. Именно поэтому он так сильно беспокоился. Вскоре на Плутон перенеслись все дополнительные силы. Их общее количество составляло 15 000. Из них 3 000 местные эксперты и 12 000 людей из мира сокровищ. Как и планировалось, 8 000 экспертов остались в деревне. Теперь все эти парни будут считаться погибшими во время ожесточенных сражений в море облаков. За то время, пока люди перемещались на Плутоне при помощи транспортного массива, он смог увидеть короля облачных зверей. Им являлась огромная старая черепаха. Это существо могло похвастаться крепким панцирем, огромными рогами, мощными лапами и невероятной скоростью. За этой старой черепахой летели многочисленные облачные животные. У всех них глаза так и пылали жаждой крови, и казалось, что они пришли сюда исключительно за Джао. Джао знал, что старая черепаха уже вошла в зону действия его артиллерии, и поэтому немедленно приказал стрелять. Так что уже через некоторое время прогремел первый залп, но глава клана Будда прекрасно понимал, что таким образом им не удастся нанести значительный урон, в особенности огромной черепахе. После этого выражение лица Джао изменилось, и он взмахом руки открыл пространственную трещину, из которой вышла Джулия. В последние два года ее сила значительно возросла. Этому поспособствовали как гены облачных зверей, так и постоянные тренировки с Джао. Разумеется, что все эксперты весьма удивились, увидев ее. Безусловно, эта девушка являлась очень и очень опасной. Тем не менее, ее призвал Джао, и она довольно быстро скрылась среди тесных туч. Однако Джао ничего не сказал, в данный момент остальные эксперты все еще не заметили приближения короля, так как их ментальные силы подавлялись темными тучами. Из-за всего этого они пока не могли начать атаковать. Тем временем немертвые существа все же перешли в наступление. Что неудивительно, ведь к ним уже приближались облачные звери. Джулия же в данный момент стояла прямо перед старой черепахой. Последняя обладала невероятно огромной мощью. Так что даже Джулия, обладающая громадной силой, чувствовала довольно существенное давление. Однако Джао не помогал Джулии. Все дело в том, что сейчас он полностью сосредоточился на армии облачных зверей. Они перешли в наступление, но и нежить открыла огонь. Вот только несмотря на все его усилия, облачные звери обладали уж слишком огромной мощью и защитой. Поэтому убить их несколькими выстрелами очень и очень непросто. В какой-то момент эксперты мира сокровищ тоже вступили в бой. Но если они сражались с монстрами на периферии острова, то все остальные, наоборот, оставались в центре острова. Что вполне логично, ведь у них не имелось опыта битв в подобных условиях и против вот таких вот противников. К счастью, когда Муиу готовился отправиться на Плутон, он сделал некоторые приготовления. За последний месяц он сумел пояснить людям из маленьких миров, кто именно является их противником. Разумеется, что это нельзя было назвать реальным боевым опытом, но так они хотя бы знали, чего именно им стоит ожидать. В это же время Джоа выпустил свое формирование мечей и поймал огромное количество облачных зверей, чтобы затем убить их одного за другим. Сейчас Джоа не мог позволить себе забрать их в пространственную ферму. Более того, в этом не имелось особой необходимости, ведь в пространственной ферме уже и так находилось довольно много подобных животных. Также стоит отметить, вся эта битва была возможной лишь благодаря Джулии. Если бы она не сдерживала большую черепаху, то все могло бы закончиться довольно печально. Причина, из-за которой Джоа не помогал Джулии, заключается в том, что он является главнокомандующим, так как Муиу все еще находился в деревне. Иными словами, до тех пор, пока он не прибудет, Джоа необходимо поддерживать строй экспертов и отдавать им различные приказы. Муиу же потребовалось некоторое время, чтобы прийти сюда вместе с последней группой экспертов, но когда он увидел все происходящее, то оказался ошеломлен, а затем его лицо изменилось. Как только Джоа увидел Муиу, то он сразу выкрикнул, большой брат, возьмите командование на себя. Услышав это, Муиу кивнул, а глава клана Будда тут же исчез. Хотя Муиу не знал, что делает Джоа, он прекрасно понимал, что с его силами ему следует сражаться на поле битвы, а не отсиживаться в тылу. Так что он тут же принялся отдавать приказы. Джоа же тем временем уже появился рядом с Джулией, и они вместе начали сражаться со старой черепахой. К этому моменту огромный монстр превратил все темные тучи вокруг него в свою личную территорию, так что Джоа немедленно надел доспехи и в то же время обернул вокруг себя и Джулией энергию веры. Разумеется, что в этом сражении глава клана Будда также использовал и свои самые мощные техники. Во-первых, он применил глубокую пространственную технику, чтобы установить связь с облаками. Однако она оказалась практически бесполезной, так как темные тучи являлись едва ли не частью большой черепахи. Во-вторых, глава клана Будда использовал глубокую технику украшения зверя. Но этот вид магического метода также оказался неэффективен. Он позволял подчинять волю магических зверей, однако не действовал на столь могущественное существо, как огромная черепаха. Но и, в-третьих, Джоа попытался наносить духовные атаки. Однако ментальная защита монстра оказалась столь же крепкой, как сталь, и поэтому все его удары остались практически бесполезными. Ну и, наконец, Джоа также использовал и технику глубокого просветления. Глава 1587. Битва с большой черепахой. На самом деле именно эта техника являлась основной, а все остальные он использовал лишь в качестве прикрытия. Таким образом, глава клана Будда прятал свое главное оружие среди множества других не слишком полезных техник. Боевая мощь этой старой черепахи намного выше, чем у обычного старшего мастера. Именно поэтому Джулия и Джоа были вынуждены сражаться вместе, чтобы одолеть ее. Но глава клана Будда не собирался убивать ее. Эта черепаха прожила в Облачном море очень долгие годы и, разумеется, накопила невероятно огромную мощь. Ну как Джоа мог упустить эту возможность? Естественно, он хотел заполучить столь мощное существо. Глубокая техника просветления, весьма полезная, но очень медленная. Джоа использовал ее, потому что старая черепаха могла бы заметить все остальные атаки, но подобная техника, безусловно, останется незамеченной. Джоа и Джулия блокировали старую черепаху, в то время как все остальные боролись с облачными животными. К счастью, эксперты довольно успешно сотрудничали с нежитью. Что же касается немертвых, то ими командовали Луиза и Миган. Естественно, что Мую также чувствовал огромное давление. Раньше, когда они сражались с ткачами, борьба была не менее интенсивной, и они несли существенные потери. Но их враги рано или поздно бежали из-за тех мощных ударов, что наносило по ним нежить. Однако теперь все совершено иначе. Облачные звери продолжали наносить удары и совершенно не обращали внимания на полученный ими урон. К счастью, у мира сокровищ уже имелся некоторый опыт сражений с подобным противником. Облачные звери, в основном, полагались на ближний бой. Поэтому потери экспертов оказались не столь огромны, но избежать их полностью им не удалось. Командуя и сражаясь, Мую тоже все это видел. Хотя они являлись основной силой, что противостояло облачным монстрам, но на самом деле теми, кто внес наибольший вклад, безусловно, являлись бессмертные. Немертвые наносили действительно огромный урон. Причем это достигалось не только благодаря исключительной силе их оружия. Все дело в том, что действия немертвых также отличались огромным уровнем взаимодействия. Так лучше всего оно проявлялось у тех бессмертных, что стреляли из огромных пушек. Они работали настолько синхронно, что затрачивали на каждый выстрел лишь минимально необходимое время. Более того, немертвые с огнестрельным оружием весьма успешно прикрывали артиллеристов. Но что больше всего привлекло внимание Мую, так это тот факт, что среди бессмертных все еще находились и те, кто носил одежду магов. Однако эти парни не сражались, они действовали несколько иначе. Как только кто-то убивал облачного зверя, они вызывали черный туман и превращали огромного монстра в нежить. Такой тактики ведения боя Мую еще никогда не видел. Он думал, что нежить под руководством Чжа будет лишь стрелять, используя огнестрельное оружие. Похоже, что глава клана Будда довольно много работал над силой своей немертвой армии. Сотрудничество между немертвыми существами казалось очень молчаливым. Тем не менее, благодаря этому им удалось значительно снизить количество жертв. Таким образом Мую сумел стабилизировать ситуацию, так что к этому моменту они потеряли лишь около 2000. Впрочем, похоже, что Мую больше не мог продолжать в том же духе. Поэтому он сразу же вынул нефритовый меч и отправил письмо в деревню Инюнь. Пусть Танцзи организует дополнительные силы и пришлет им подкрепление. Тем не менее, речь шла не об обычных экспертах, а о старших мастерах. Без них это сражение может закончиться с довольно огромными потерями. Естественно, что Танцзи также беспокоился из-за всей этой ситуации. Тем не менее, он не мог никуда пойти и был вынужден остаться в деревне. Однако в этот момент транспортный массив внезапно засверкал, а затем из него вылетел нефритовый меч. Танцзи тут же схватил его и проверил. Сделав это, он сразу понял, что именно происходит. Разумеется, что он немедленно направился в облачный дом, где сейчас находились старшие мастера. Последние, выслушав Танцзи, встали и отправились к транспортному массиву. Что же касается Танцзи, то он тут же принялся собирать дополнительные силы. Честно говоря, Танцзи совершенно не ожидал, что старейшины настолько быстро согласятся. Вот только теперь он впал в небольшую депрессию, так как теперь именно он должен будет стать тем, кто прибудет на поле битвы самым последним. Тем не менее, хотя Танцзи оказался расстроен, он не слишком беспокоился. Все-таки кто-то должен был управлять тыловой базой. Однако после того, как прибыли подкрепления, ситуация на поле битвы и в самом деле стала намного лучше. Так после того, как в бой вступили старшие мастера, им удалось довольно быстро заблокировать наступающих облачных зверей. Впрочем, одно дело остановить приближающихся монстров и совершенно другое успешно одолеть их. Разумеется, что сделать подобное в короткие сроки практически невозможно. Тем временем битва Чжао и Джулии также достигла своей финальной точки. Сейчас глава клана Будда делал все возможные, так он обнаружил, что на огромную черепаху действовали лишь самые мощные атаки. Безусловно, защита старой черепахи являлась просто невероятно мощной. Так Чжао заметил, что атаковать ее панцирь совершенно бесполезный. Более того, на него не действовали даже энергетические или огненные атаки. Можно сказать, что этот монстр сбрасывал с себя все удары словно пепел. Впрочем, духовные атаки, используя Мейджао, все же сыграли большую роль. Так со временем старая черепаха начала ощущать небольшое замешательство. Разумеется, что для нанесения подобных ударов глава клана Будда использовал срезу несколько техник и энергию веры. Под подобным натиском пал бы практически любой старший мастер. Но, тем не менее, огромный монстр все еще успешно держался. Прошло более трех часов с начала битвы. Но облачные звери все еще нападали на мир сокровищ. Естественно, что потери с обеих сторон стремительно росли. Так погибло уже почти 5000 человек и более 20 000 монстров. Но последние даже не думали отступать. К счастью, Танцзе вовремя прислал подкрепление. В противном случае Мую уже не смог бы сдерживать столь мощный натиск. Джао и Джулия все еще сражались со старой черепахой. Но ее атака постепенно ослабевала. Тем не менее, глава клана Будда не стал наращивать свою мощь. Вместо этого он также снизил интенсивность ударов. Таким образом, глава клана Будда собирался значительно снизить ее бдительность. Наконец, после более чем трех часов ожесточенного сражения старая черепаха и вовсе перестала атаковать, а лишь смотрела на Джао пустыми глазами. Видя это, глава клана Будда понял, что время пришло. Он взмахнул рукой и создал огромную пространственную трещину, чтобы отправить гигантского монстра в пространственную ферму. Тем не менее, черепаха оказалась уж слишком огромной. Даже ее панцирь казался намного больше Плутона. Поэтому запихнуть это создание в пространственную трещину действительно очень сложная задача. Хорошо, хоть огромная черепаха не сопротивлялась. Так что глава клана Будда все-таки сумел достичь поставленной цели. Как только старая черепаха оказалась в пространственной ферме, Джао тут же услышал сообщение. Обнаружено новое существо. Провожу анализ. Анализ завершен. Обнаруженное существо представляет собой мутировавшую черепаху. Она обладает невероятно мощной силой и удивительной защитой. Внимание! Существо обладает набором превосходных генов. Провожу извлечение. Извлечение завершено. Провожу внедрение генов обитателем пространственной ферме. Внедрение завершено. Провожу ассимиляцию нового существа. Ассимиляция завершена. Мутировавшая черепаха стала частью пространственной фермы. Как только прозвучали эти слова, глава клана Будда почувствовал, как в его тело вливается огромное количество энергии веры. Подобного количества Джао не смог бы получить даже от 10 старших мастеров. Безусловно, это очень и очень хорошая новость. Осознав все это, Джао выдохнул и выпустил старую черепаху. После того, как она появилась, то сразу же полетела к главе клана Будда. После чего прислонила к нему свою огромную голову. Разумеется, что Джао тут же понял, что это не более чем проявление привязанности. Но потом глубоким голосом произнес, прикажи всем остановиться. Если эти звери хотят, то пусть и дальше следуют за тобой, я найду им подходящее место. Если же нет, то пусть уйдут в море облаков. Старая черепаха, очевидно, поняла, о чем именно говорит Джао. Поэтому немедленно подняла голову и закричала. После этого облачного зверя, услышав ее голос, остановились и быстро собрались возле нее. Видя это, глава клана Будда ошарашина замер, но потом он вспомнил, что облачные звери весьма отличались от обычных. Так, если они предадут своего лидера, то окажутся жестко наказаны. Естественно, что Джао оказался очень и очень рад всему этому. Ведь, несмотря на то, что довольно много зверей погибло, их оставалось еще очень и очень много. Примерно около 80 000. Разумеется, что это и в самом деле просто невероятно. Так что Джао попросил старую черепаху помощь облачным животным, а затем они с Джулией вернулись на облачный континент. Теперь на нем находились не только Му Юстан Цзе, но и несколько старших мастеров. Когда они увидели Джао и Джулию, эти люди просто не могли промолчать. Конечно, они знали, что Джао где-то здесь, но никто не ожидал увидеть и Джулию. Из этих людей только Танцзе и Му Ю знали эту девушку, а вот для остальных само ее существование стало огромным сюрпризом. После того, как Джао и Джулия поприветствовали старейшин, глава клана Будда посмотрел на них и произнес, «Старшие мастера, благодарю, что вы все пришли нам на помощь. Без вас мы не смогли бы выиграть эту битву». Услышав это, один из старейшин взглянул на Джао и кивнул, «Мы не могли поступить иначе. Однако теперь мы вернемся обратно в деревню и оставим все остальное вам». После этих слов старшие мастера отправились к транспортному массиву и ушли. Глава 1588, Остров полумонстров. Как только старейшины ушли, Му Ю и Танцзе немедленно собрались вокруг и оба посмотрели на Джулию. После чего большой брат произнес, «Младший, что случилось? Зачем ты призвал свою супругу?» Услышав это, Джао горько улыбнулся, «Без нее я не смог бы справиться с облачными монстрами». Их лидер оказался уж слишком могущественным. Он гораздо сильнее, чем старшие мастера. Боюсь, что без Джулии мне никогда не удалось бы совладать с ним. «Большой брат Му и брат Тзе, пусть каждый эксперт приготовит облачные таблички. Я позову пойманных облачных зверей, и каждый сможет взять себе нескольких». После этих слов Джао махнул рукой, и старая черепаха вместе с остальными облачными животными приблизились к острову. Когда все увидели огромного монстра, то Му Ю даже невольно воскликнул. Что же касается остальных экспертов, то они не могли не начать нервничать. Тем не менее, облачные звери вели себя довольно спокойно. Так что Му Ю и Танцзи немедленно собрали экспертов, чтобы распределить животных по облачным табличкам. Стоит упомянуть, что в облачной табличке может находиться более одного облачного зверя, все зависит от их качества. Максимум для самых низкоуровневых составляет 5 облачных зверей. Если же говорить о самых лучших, то речь будет идти уже о 50 облачных монстрах. Более того, количество самих облачных табличек и вовсе не ограничено. Иными словами, все зависит лишь от того, скольких облачных зверей вы сможете прокормить. Так что можно сказать, что на этот раз миру сокровищ удалось собрать и в самом деле просто грандиозный урожай. После того, как все облачные звери были собраны, Джао и Мую отправили Танцзи обратно в деревню Инюн. В этой битве погибло около 10 а местных экспертов. Их тела положили в пространственные хранилища, чтобы потом похоронить со всеми почестями. Так как все вопросы оказались решены, Джао и часть экспертов вернулись на Плутон, остальные же остались на облачном острове. Также глава клана Будани стал убирать огромную черепаху. Теперь она сопровождала их и отпугивала остальных облачных зверей. Черепахи ничего не стояло поспевать за ними, так как они двигались очень медленно. Все же облачный остров уж слишком огромен, и поэтому буксировать его с огромной скоростью попросту невозможно. Тем не менее, Джао совершенно не беспокоился о том, что их могут заметить. Сейчас они находились посреди моря облачных зверей, и никто из местных экспертов не осмеливался заходить настолько глубоко. В прошлом, когда Голин все же сумел добраться до этого острова, ему, по сути, попросту повезло. Теперь же этот маршрут совершенно недоступен. Иными словами, никто не мог помешать Джао выполнить поставленную перед ним задачу. Примерно через 10 дней, они наконец покинули море облачных зверей. Безусловно, до их цели все еще оставалось очень далеко, однако эта часть пути будет куда более безопасной. Впрочем, никто и не жаловался. Для экспертов длительные закрытые тренировки являлись абсолютно нормальным явлением. Джао и Му Ю тоже особо не переживали. Благодаря огромной черепахе их никто не беспокоил, так что все путешествия казалось им не более чем легкой прогулкой. Разумеется, что Му Ю и Джао отправили сообщение миру сокровищ, в нем они рассказали о произошедшем и предупредили, что при их текущей скорости им понадобится как минимум месяц, чтобы добраться до назначенной цели. После этого Му Ю еще сильнее усилил контроль над островом Осьминога, чем еще больше привлек внимание остальных больших миров. Время шло, и вот совершенно незаметно пролетел целый месяц. Глава клана Будда и остальные успешно справились со своей задачей. Они доставили облачный континент в нужное место. Правда находилось оно довольно далеко от острова Осьминога. Впрочем, поступить иначе они не могли, ведь чем ближе к материку, тем меньше темных туч. Остановив облачный континент, Джао немедленно убрал большую сеть, но оставил стену. Правда он разобрал ее и обернул вокруг острова, после чего погрузил всех экспертов на Плутона и отправился к главной базе полпусов. Му Ю уже ждал его там. Так что он и еще несколько старших мастеров поприветствовали вернувшуюся экспедицию. После этого эксперты, что участвовали в столь опасном мероприятеле, отправились отдыхать, а Му Ю и Ла Цзун решили лично посетить облачный остров. Тем не менее, когда четверо человек появились в нужном месте, старейшины увидели следы ожесточенной битвы, и их лица стали весьма серьезными. Однако через некоторое время Ла Цзун посмотрел на Джао и произнес, «Джао, на этот раз ты добился весьма огромных результатов. С помощью этого острова мы можем создать множество хороших вещей и естественно расскажем о них другим большим мирам. Уверен, что через некоторое время они не выдержат и снова нападут на море облаков. Вот тогда вот мы их и поглотим». Му Я в свою очередь кивнул и добавил, «Да, пока у нас есть этот облачный остров, все остальные миры будут нам завидовать. Так что рано или поздно они все же не выдержат и снова нападут на море облаков». Джао же слегка улыбнулся, «На этот раз я столкнулся с атакой облачных зверей. Благодаря этому брат Танцзе собрал более 80 000 животных, таким образом наши эксперты смогут развиваться во много раз быстрее». Му Я в свою очередь кивнул и сказал, «Хэм, пожалуй, нам действительно не стоит показывать нашу стремительно возрастающую мощь, иначе большие миры могут и не попасться на наш крючок. Так что пусть все эти звери остаются в деревне Инюнь. Хорошо, давайте вернемся». Ла Цзун же слегка улыбнулся, «Я думаю, что самым большим шоком для этих парней станет появление экспертов моря облаков. Думаю, что большие миры окажутся невероятно ошеломлены и захотят совершить нечто подобное. Так что они немедленно отправятся в море облаков, чтобы и себе поймать пленников. Ха-ха-ха, это будет очень весело». Му Я в свою очередь кивнул и глубоким голосом сказал, «Мы можем позволить этим парням начать сражаться и, когда это станет возможно, позаботимся о них. Ну, а после в значительной степени изменим наши цели». Когда Ла Цзун услышал эти слова, то просто не мог не спросить, «Му Я, что ты имеешь в виду?». На что тот слегка улыбаясь ответил, «Все очень просто, сейчас наши силы крайне разобщены, и поэтому, если мы поглотим остальные миры, то они могут объединиться против нас, а затем восстать. Более того, с ними могут связаться великие царства, чтобы нанести удар изнутри». «Так что нам необходим мощный внешний враг, способный объединить все миры земель хаотической войны, и, как мне кажется, им могут стать ткачи». Услышав подобное, глава клана Будда Ашарашина замер, он прекрасно осознавал, на что способны эти парни, и поэтому понимал, что провоцировать их на прямое противостояние очень глупая затея. «Как только Му Я увидел лица остальных экспертов, то сразу же понял, о чем они думают?» «Так что он слегка улыбнулся и произнес, не стоит настолько сильно переоценивать ткачей, их отношения с остальными великими царствами довольно плохие, и поэтому, если мы нападем на нашего врага, то и остальные их соперники не станут сидеть сложа руки». Лао Цзун же нерешительно возразил, «Сила ткачей весьма огромна, а отношения между великими царствами довольно странные, так что действительно ли мы должны атаковать? Удастся ли нам втянуть в это противостояние и остальные великие царства?» Му Я же покачал головой и сказал, «Пять великих царств постоянно стремятся поглотить друг друга, так земли ткачей граничит с царством меча и территорией колдунов, при этом отношения между ними не очень хорошие, особенно с мастерами мечей». Ткачи то и дело сражаются с ними. Однако царство мечей не очень серьезно настроено на победу, так что если мы объединимся с ними, то можем и не достигнуть какого-либо прогресса, более того, отношения между мастерами мечей и колдунами несколько странные, порой даже кажется, что царство мечей не дает ткачам умереть, с другой стороны, колдуны обладают как хорошей атакой, так и защитой, так что если мы объединимся с ними, то сможем достигнуть весьма существенных успехов. Услышав подобное, Лао Цзун нахмурился и сказал, «А ты уверен, что колдуны согласятся напасть на ткачей? Это как-то маловероятно, пять царств существуют уже очень много лет и все еще не уничтожили друг друга. Более того, сейчас у них все относительно спокойно, так что зачем колдунам помогать нам?» Муя же слегка улыбнулся, «Все зависят от того, что именно им нужно. Если мы предложим им разделить территорию ткачей, то, естественно, что эти парни не согласятся, но что если награда окажется несколько иной?» Услышав это, Лао Цзун застыл, но затем сразу его глаза тут же засверкали, «Ты имеешь в виду то место?» Муя в свою очередь слегка улыбнулся, «Да, если мы попросим лишь это место, то неужели колдуны не согласятся? Думаю, они с удовольствием передадут его нам, а себе оставят всю остальную территорию ткачей». Услышав это, Лао Цзун на некоторое время замолчал, «Похоже, что он задумался над словами Муя». Но вскоре Джао и также догадался, о чем именно шла речь. Эти двое говорили о Паньядаа, острове Полуманстров, Паньядаа – это вечная головная боль всех миров, находящихся на землях Хаотической войны. Когда-то он также принадлежал им, однако, много лет назад пять царств нанести мощный удар и захватили это место, после чего его заняли колдуны. Затем в течение многих лет все основные миры земель Хаотической войны пытались отбить его, но им так и не удалось этого сделать. Таким образом, Паньядаа являлся мощным плацдармом и огромной угрозой со стороны пяти великих царств. Тем не менее, географическое положение острова довольно особенное. Если говорить о географическом положении, то он находился довольно близко к землям Хаотической войны. Поэтому, если большие миры все же сумеют объединить свои силы, то колдуны не сумеют удержать Паньядаа. Однако, если предложить колдунам что-то куда более ценное, например, территорию ткачей, то по вполне понятным причинам они могут согласиться на подобный обмен. Впрочем, хотя Джааа догадался об этом, он не стал что-либо говорить. Паньядаа являлся чем-то вроде табу, и о его существовании знало не так уж много людей. Что же касается колдунов, то они удерживали этот остров, или точнее говоря полуостров лишь из-за своей гордости. В этом месте нет ничего ценного. Более того, он соединен тонкой полоской суши лишь с землями Хаотической войны. Иными словами, чтобы доставить туда все необходимые колдунам приходилось пользоваться транспортными массивами. Поразмыслив некоторое время, Лао Цзун произнес, Если царства колдунов действительно согласятся, то у нас не должно возникнуть особых проблем. Однако нам необходимо попытаться договориться с ними следующим образом. Сначала они отдают нам Паньядаа, и лишь потом мы отправим войско. Муя в свою очередь слегка улыбнулся. Если нам и в самом деле удастся заполучить этот остров, то мы сможем шаг за шагом объединить все миры Хаотической войны. После чего сумеем собрать армию, способную захватить даже Великие Царства. Думаю, если нам и в самом деле удастся все это сделать, то даже Башня Небес не осмелится бросить нам вызов, ведь так? Глава 1589 Колдуны Когда Чжа услышал слова Муя, то должен был признать, что в них действительно имеется определенный смысл. Если они действительно сумеют осуществить все это, то мир сокровища в самом деле сможет подчинить себе все поле битвы в Аньцзе, а затем бросить вызов Башне Небес. Однако Чжа также прекрасно знал, что им не позволит совершить нечто подобное. Во-первых, не стоит забывать о существовании Моря Облаков. Во-вторых, совершенно неясно с чем граничит земли Великих Царств. И, наконец, в-третьих, со стороны Башни Небес будет невероятно огромной глупостью не вмешаться в происходящее. Да, они пообещали не трогать мир сокровищ, но кто сказал, что они сдержат свое слово и позволит появиться силе, что может начать угрожать их власти? Если же говорить о всех последующих событиях, то Муя оказался совершенно прав. Поле битвы в Аньцзе, узнав о происходящем, попросту сошло с ума. Все оказалось настолько серьезным, что даже Великие Царства прислали своих представителей в главный лагерь мира сокровищ. Правда, только не ткачи. Последние вошли в контакт с остальными большими мирами, чтобы разузнать некоторые детали о Море Облаков. Впрочем, теперь мир сокровищ даже не собирался хранить секреты. Они встречались абсолютно со всеми и, ведя беседы за чашкой с чаем, рассказывали очень и очень интересные вещи. Более того, они ничего не скрывали и об особых преимуществах Белых Туч. К тому же, они рассказали и о методах создания изменяющихся облаков. Также мир сокровищ рассказал всем о том, что если добавить Белые Тучи к любому магическому инструменту, то шанс его успешного создания значительно возрастет. Естественно, не забыли они и об уникальных облачных животных. Как только мир сокровищ объявил о всех этих вещах, а также сообщил, что собирается выращивать особые травы на облачном континенте, Все сразу же осознали, что последние в буквальном смысле создали свою собственную базу прямо в море облаков. Естественно, большие и малые пространства отлично осознавали, насколько огромные преимущества сможет получить мир сокровищ. Теперь в их распоряжении имеются особые травы, Белые Тучи и даже облачные звери. Разумеется, что остальные пространства не могли не начать завидовать. Однако сейчас это единственное, что им оставалось. Воровать у мира сокровищ опасно, а отправиться в море облаков самостоятельно никто не мог. Однако другие миры также видели и насколько огромные потери понесла экспедиция. Так изначально в ней участвовало около 30 000 человек, а вернулось лишь примерно 10 000. Иными словами, мир сокровищ лишился 20 000 экспертов. Безусловно, такие потери весьма существенны для любого большого пространства. Тем не менее, по сравнению с остальными, мир сокровищ оказался в более выгодной ситуации. Ведь если остальные лишились лишь своих экспертов, то потери мира сокровищ делились равномерно между ним и всеми его вассалами. Иными словами, малые миры, что находились у них в подчинении, не могли начать бунтовать, так как их мощь также снизилась. С другой же стороны, эксперты мира сокровищ были гораздо лучше подготовлены и использовали куда более хорошую экипировку. Так что по вполне естественным причинам основной удар пришелся именно на силы вассалов. Разумеется, что все это являлось не более чем очень хорошо срежиссированным представлением. На самом деле потери мира сокровищ составили всего лишь 1 000 человек. Однако все остальные были уверены, что они потеряли 20 000. Впрочем, несмотря на столь огромные потери, все остальные миры все равно завидовали им. В конце концов, заполучить свой собственный облачный континент – это просто невероятно огромный соблазн. Какое-то время связь между основными пространствами и миром сокровищ становилась все более тесной. Всем хотелось как можно больше узнать о ситуации, сложившейся в море облаков. Муя и Ла Цзун в эти дни оказались очень сильно загруженными. Ведь именно они встречались с представителями различных миров. Обычно это были индивидуальные встречи, но сегодня все собрались в центральном зале. Ведь сегодня к ним в лагерь прибыл довольно-таки необычный гость. Его кожа была зеленой, волосы густыми, а весь внешний вид напоминал облик дикого зверя. Тем не менее, при этом он носил аккуратную одежду, что мало чем отличалось от нарядов обычных экспертов. Муя и Ла Цзун приветствовали этого человека. Мы рады видеть мистера Слиттера. Для нас большая честь принимать у себя представителя царства колдунов. Когда Слиттер услышал эти слова, то не мог не улыбнуться. Старейшина Муя, старейшина Ла Цзун, вы очень любезны. На этот раз я прибыл к вам, чтобы от имени царства колдунов обсудить возможность плодотворного сотрудничества. После этих слов Муя пригласил Слиттера сесть. Правда теперь из центрального зала исчезли все стулья, так как их заменили облака. Последние оказались куда более мягкими и удобными. Слиттер посмотрел на белое облако, а затем медленно сел на него. А это кресло действительно очень удобное. Что ни говори, а это и в самом деле довольно хорошая вещь. Муя в свою очередь улыбнулся и сказал, да это облако и в самом деле очень полезное. Хе-хе, если оно вам нравится, то мы можем предоставить вам несколько таких же. Слиттер же улыбнулся и сказал, тогда я не стану проявлять излишнюю вежливость. На этот раз я приехал сюда, чтобы встретиться с миром сокровищ и обсудить наше с вами сотрудничество. Муя и Ла Цзу нам посмотрели друг на друга, а потом последний спросил, что вы имеете в виду. Слиттер взглянул на старейшин, а потом глубоким голосом, будьте уверены, на этот раз наше сотрудничество никак не связано с морем облаков. Его цель несколько иная, а именно, ткачи. Услышав это, Муя и Ла Цзун на некоторое время ошарашенно замолчали. Они думали, что Слиттер нашел их из-за событий, связанных с морем облаков. Но теперь эта встреча начала выдвигаться в совершенно другом направлении. Слиттер же посмотрел на старейшин и подумал, что ему попросту не верят. Поэтому он и сказал, не стоит сомневаться в нашей искренности. На этот раз, чтобы разобраться с ткачами, мы связались с царством мечей, и они также согласились нас поддержать. Однако мы считаем, что в данном случае необходимо привлечь как можно больше сил, и поэтому предлагаем вам также присоединиться к нашему альянсу, чтобы раз и навсегда уничтожить царство ткачей. Тем временем Муя и Ла Цзун все еще молчали. Раньше они сами хотели связаться с колдунами, чтобы разобраться с царством ткачей, но не ожидали, что последние уже заключат союз с мастерами мечей. Разумеется, что в подобной ситуации совершенно неизвестно, удастся им заполучить паньяда или нет. Некоторое время старейшины смотрели друг на друга, но потом Ла Цзун сказал, Мистер Слиттер, хотя мы действительно довольно враждебно относимся к ткачам, но, к сожалению, мир сокровищ не обладает достаточно огромной мощью, чтобы бросить им вызов. Более того, вам ведь скорее всего прекрасно известно, что в последнее время мы понесли весьма серьезные потери, и поэтому сейчас не слишком заинтересованы принимать участие в новой ожесточенной войне. Тем не менее, когда Слиттер услышал эти слова, то не разозлился. Он прекрасно понимал, что именно имел в виду Ла Цзун. Самыми главными словами во всем его ответе являлась «не слишком заинтересованы». То есть мир сокровищ был готов участвовать в новой войне, только за очень хорошую плату. Более того, чего-то подобного Слиттер ожидал, и поэтому уже подготовился. Он взглянул на Ла Цзуна и слегка улыбнувшись, произнес, «Безусловно, наш Альянс прекрасно понимает, что несмотря на всю вашу вражду с ткачами, мир сокровищ находится слишком далеко. Поэтому в случае победы вы не получите каких-либо преимуществ. Естественно, что это довольно несправедливо по отношению к вам. Так что мы в свою очередь готовы предложить небольшой подарок, а именно полуостров Паньяадаа. «Итак, что вы на это скажите?» Услышав эти слова, Ла Цзун и Муя не смогли сидеть неподвижно. На этот раз, когда их весьма удивил даже сам визит Слиттера, его предложение и вовсе выбило их из колеи. Ведь именно об этом они рассуждали некоторое время назад. Однако почему Слиттер предложил им нечто подобное? Безусловно, Ла Цзун и Муя прекрасно понимали, что для царства колдунов Паньяадаа не более чем бесполезный отросток. Защищать его весьма сложно, а пользы практически никакой. Так что бросить этот полуостров им мешала только гордость. С другой стороны, колдуны хорошо понимали, что этот полуостров означал для пространств хаотической войны и мира сокровищ. Именно по этим причинам они собирались использовать этот бесполезный отросток с наибольшей выгодой. Таким образом колдуны избавятся от уязвимости и сумеют заполучить действительно стоящие земли. Более того, в последнее время ткачи несколько ослабли, и поэтому колдуны не могли себе позволить упустить настолько прекрасную возможность нанести сокрушительный удар. Увидев взгляды Муя и Ла Цзуна, Слиттер понял, что ему и в самом деле удалось их заинтересовать. Так что он слегка улыбнулся, а потом произнес «Не стоит так много думать». Царство колдунов готово пойти на этот шаг, и если хотите, мы можем даже подписать контракт. Тем не менее, чтобы потом наши отношения не испортились, вам следует знать, что обстановка на полуострове Пан-Яда не очень хороша. За прошедшие годы нам так и не удалось подчинить своей воле обитающих там монстров. Они весьма своевольны и постоянно пытаются восстать. Поэтому если наши предложения вас не устроить, мы готовы куда более детально обсудить наше сотрудничество. Услышав эти слова, Муя и Ла Цзун почувствовали облегчение. Честно говоря, они даже слишком хорошо знали о ситуации на полуострове. Причина, из-за которой местный клан монстров вел себя подобным образом, заключалась в постоянной поддержке со стороны мира сокровищ. Пан-Яда находился уж слишком близко к их землям и мог стать прекрасным плацдармом для масштабного вторжения. Именно поэтому мир сокровищ всячески поддерживал и подстрекал местных монстров. Поэтому последние и вели себя столь вызывающим образом и не желали слушать колдунов. Тем не менее, миру сокровищ удавалось проворачивать подобное лишь по одной единственной причине. Колдуны не слишком и стремились подчинить себе Пан-Яда. Именно поэтому мир сокровищ очень осторожно мешал им, а самое главное доказывал, что это место совершенно бесполезно. Глава 1590. Демонстрация силы. Муя и Ла Цзун сидели в центральном зале. Рядом с ними находилась группа из 50 человек. Все они являлись старшими мастерами. В этот момент проходило совещание расширенной ассамблеи старейшин. И стоит отметить, что они обсуждали действительно очень важный вопрос. Отправка войск для атаки на царство ткачей. Муя и Ла Цзун все же решили пойти на этот шаг. Тем не менее, этот вопрос уж слишком важен, поэтому они не могли решить его лишь вдвоем. С одной стороны, царство ткачей намного сильнее, чем гиганты или призраки. Но с другой, в качестве награды они сумеют получить полуостров Паньяада. Изначально этот вопрос должны были обсуждать только старейшины, но Муя и Ла Цзун позволили присутствовать на этом заседании. Также Чжа с Мую, на этот раз последние добились действительно больших успехов, и поэтому заслужили возможность принять участие в обсуждении действительно очень важного вопроса. Муя, отметив, что все уже собрались, тихо кашлянул, а затем глубоким голосом сказал, «Думаю, что всем вам прекрасно известно, что царство колдунов предложило нам принять участие в войне с ткачами. Более того, также известно, что их поддерживает и царство мечей. Я и старейшина Ла Цзун склоняемся к тому, чтобы принять это предложение, однако скажите, что об этом думаете вы?» Услышав это, один из старейшин произнес, «Если мы отправим войска, то на этот раз можем не только отомстить, но и вернем себе паньяда». Тем не менее, в этот момент другой старейшина возразил, «Вот только ткачи очень опасны и грозный противник, поэтому мы безусловно понесем огромные потери. Если они окажутся слишком большими, то боюсь, что остальные большие миры воспользуются этим, чтобы разобраться с нами». В это же время другой старейшина покачал головой и сказал, «Они не посмеют. В последний раз большие миры понесли уж слишком существенные потери, когда пытались захватить море облаков, поэтому я считаю, что для нас это просто прекрасная возможность. Даже если мы понесем тяжелые потери, то остальные большие миры не решатся что-либо предпринять». Услышав эти слова, все старейшины кивнули, Алла Ацзун сказал, «Сейчас самое важное это не месть ткачам, а возможность вернуть полуостров Паньяда. В последние годы мы приложили немало усилий, чтобы дестабилизировать ситуацию в этом месте. И, стоит отметить, нам удалось достигнуть существенных успехов, однако из-за внезапной атаки ткачей мы не смогли ими воспользоваться, ведь если мы поссоримся сразу с двумя великими царствами, то уж точно не сможем выстоять. Однако сейчас нам выпала прекрасная возможность вернуть Паньяда и при этом не поссориться с колдунами. Так что я считаю, что мы не можем упустить этот шанс». После этих слов все старейшины снова кивнули, что не говори, а это действительно очень хорошая возможность. Безусловно, Паньяда весьма важен для мира сокровищ, все прекрасно понимали, что если они смогут добиться успеха, то это будет очень полезно для их будущего развития. Муя же посмотрел на всех присутствующих и глубоким голосом сказал, «Самое главное, что таким образом мы сможем еще больше снизить бдительность других больших миров. В последний раз они понесли уж слишком огромные потери, и поэтому теперь очень настороженно относятся к нам». Хотя возвращение Чжао из моря облаков значительно снизило их настороженность, но большие пространства все еще так и не расслабились. Так после возвращения из моря облаков все остальные решили, что самые большие потери понесли наши вассалы, а не мы. Естественно, что из-за этого настороженность хоть и снизилась, но не слишком сильно. Однако, если мы отправим войска сражаться с ткачами, то остальные пространства перестанут опасаться внезапного удара с нашей стороны. Может быть они даже снова решатся отправиться в море облаков. В конце концов, сейчас огромные потери понесли лишь большие миры, а не их вассалы. Так что если все так и продолжатся, то последние могут начать бунтовать. Разумеется, что большие пространства не позволят, чтобы подобное произошло. К тому же, не стоит забывать, что большие пространства также очень сильно жаждут заполучить свой собственный облачный континент. На этот раз все присутствующие оказались просто ошеломлены. Они не думали об этом под подобным углом. Но теперь, когда услышали эти слова, то обнаружили, что эта война может оказаться куда более полезной, чем они считали. Видя, что никто не возражает, Лао Цзун повернул голову к главе клана Будда и произнес, «Младший Чжа, именно ты должен будешь возглавить наши силы. Согласно договору между нами и царством колдунов, мы должны отправить как минимум 80 000 экспертов. Поэтому, младший, скажи, твои артефакты смогут перенести столь огромное количество солдат?» После этого все люди в зале посмотрели на главу клана Будда. Безусловно, все присутствующие прекрасно знали, кто такой Чжа и что он уже сделал для мира сокровищ. Теперь же, когда Лао Цзун задал этот вопрос, все старейшины захотели услышать, что же ответит Чжа. Тот в свою очередь встал и посмотрел на старших мастеров, глубоким голосом произнес, «Старейшина Лао Цзун, можете не волноваться, даже 100 000 человек, это не проблема. Я могу гарантировать, что мои артефакты способны доставить наших солдат в нужное место». Как только глава клана Будда произнес эти слова, все старейшины вздохнули с облегчением. Они также прекрасно знали, на что способен Чжа. Все его артефакты обладали огромным внутренним пространством. Иными словами, эти магические инструменты прекрасно подходят для транспортировки людей и различных товаров. Лао Цзун в свою очередь кивнул и сказал, «Хорошо, тогда ты можешь начать готовиться. Если тебе что-либо будет нужно, то просто скажи об этом, и ты тут же все получишь». Услышав это, Чжа кивнул, а потом сел. Ла Цзун тем временем повернул голову и, обращаясь к остальным, произнес, «Хорошо, тогда этот вопрос будем считать решенным. Также стоит упомянуть, что на этот раз мы посылаем не только солдат, старшие мастера также участвуют в этой военной кампании, поэтому все должны быть готовы. После этого старейшины встали и ушли, но Чжа с Му Ю остались». Ла Цзун же посмотрел на них и глубоким голосом, произнес, «На этот раз нам очень важно разобраться с ткачами. Ведь так мы не только нанесем удар по нашему врагу, но и сумеем вернуть полуостров Паньяада. Более того, так нам удастся наладить отношения как с колдунами, так и с мастерами мечей. Только таким образом мы сможем установить сотрудничество на равных правах, однако в этой битве нам необходимо продемонстрировать всю свою мощь. Поэтому у меня есть несколько вопросов. Чжа, ты сможешь интегрировать в свое оружие несколько наших кораблей Великих Духов? Если у нас появится дополнительная огневая мощь, то битва с ткачами пройдет значительно проще, а наши потери снизятся». Услышав это, Чжа на мгновение заколебался. Если честно, то он мог создать любое количество кораблей Великих Духов из своего Серебряного Союзника. Тем не менее, глава клана Будо не хотел этого делать, так как подобное могло вызвать некоторые подозрения. Однако сейчас мир сокровищ создал довольно много подобных лодок и если Чжа поглотит, ну скажем штук 10, а потом воссоздаст их, то подобное не вызовет большого удивления. Таким образом у главы клана Будо не имелось особых причин, чтобы отказываться от предложения старейшины. Так что немного поразмыслив, Чжа ответил, «Пожалуйста, будьте уверены, если это необходимо, я смогу поглотить еще некоторое количество кораблей. Более того, мы также сможем воспользоваться и лодками ткачей, но для этого мне понадобятся некоторые дополнительные материалы». Услышав это, Лао Цзун встал и начал ходить кругами. После этого он повернул голову к Чжа и произнес, «Хорошо, тогда бери все, что тебе нужно. Также я предоставлю тебе 10 кораблей Великих Духов». Тем не менее, перед началом военной кампании у тебя должно быть три твоих огромных артефакта, 10 кораблей Великих Духов и 100 лодок ткачей. Последние куда более гибкие и обладают весьма мощной атакой, так что они могут оказаться довольно полезными». Чжа в свою очередь кивнул и сказал, «Сначала я возьму 10 кораблей Великих Духов, а затем отправлюсь на Скалистую Звезду. В последнее время там скопилось довольно много отходов, так что я хочу воспользоваться ими». Ла Цзун же кивнул и сказал, «Хорошо, я могу дать тебе немного времени, но только полмесяца, тебе этого хватит?» После этих слов Чжа кивнул и сказал, «Старейшина, будьте уверены, этого достаточно. Тогда с вашего позволения я пойду и заберу корабли». Ла Цзун кивнул, а Муя глубоким голосом сказал, «Младший, лучше вернись в мир сокровищ. Мы подготовили несколько кораблей Великих Духов для транспортировки в главный лагерь, так что лучше забери их. Таким образом защита этого места не снизится». Услышав это, Чжа кивнул и сказал, «Хорошо, тогда с вашего позволения я уйду первым». Ла Цзун кивнул, а потом бросил Чжа небольшой жетон, «Вот возьми, с этим ты сможешь забрать корабли. Но как только они окажутся у тебя, сразу же отправляйся на скалистую звезду». После этих слов Чжа кивнул и ушел. Когда глава клана Будда покинул центральный зал, Муя посмотрел на Мую и сказал, «Младший, ты тоже можешь идти. Начинай собирать наши войска, но на этот раз тебе необходимо не просто собрать экспертов, а грамотно распределить их по отрядам, учитывая их стиль боя. Ты ведь понимаешь, что именно необходимо сделать?» Мую кивнул и сказал, «Наставник, будьте уверены, я все сделаю». Муя кивнул, а затем произнес, «Хорошо, тогда можешь идти. На этот раз старшие мастера отправятся вместе с вами, но битвой будут руководить не они, а вы с Чжа. Так что сделайте все возможные, чтобы максимально снизить наши потери». Муя уже очень серьезным голосом ответил, «Наставник, будьте уверены, с магическими артефактами Чжа мы сумеем достигнуть поставленной цели». Лао Цзун в свою очередь кивнул и произнес, «Иди, но держи все это в секрете. Мы не должны допустить, чтобы ткачи узнали о происходящем, так что не стоит сообщать нашим подопечным, зачем мы снова собираем войска. Сейчас любая, даже малейшая ошибка, может стать фатальной». Услышав это, Муя кивнул, а потом встал и ушел. Ла Цзун же, глядя ему вслед, сказал глубоким голосом, «Я надеюсь, что на этот раз у нас все получится». «Иначе и быть не может», уверенно ответил Муя. Чжа совершенно спокойно стоял в пространственной ферме и смотрел на 10 кораблей Великих Духов. Тем не менее, глава клана Будда не собирался использовать их и интегрировать в Серебряного Союзника. Он хотел разобрать их на материалы, а затем создать экипировку для старой черепахи. Последняя являлась невероятно мощным существом, и ее защита значительно превышала способности любого старшего мастера. Именно поэтому глава клана Будда хотел создать из нее очень мощное оружие. Вот только черепаха все еще была живой, впрочем, глава клана Будда не хотел превращать ее в нежить. Поэтому самые уязвимые места будут защищены тонким слоем жидкого серебра. Глава 1591. Броня старой черепахи. Если говорить о слабостях, то у старой черепахи их несколько. Во-первых, это глаза, как и у любого живого существа сразу же за ними находился мозг. Вторым уязвимым местом являлся анус. Вот только если глаза Джао мог перекрыть чем-то прозрачным, то это место он предпочел и вовсе не трогать. Так как глава клана Будда никак не мог представить, что гордые эксперты попытаются залезть в него, чтобы уничтожить черепаху изнутри. Естественно, что в защите нуждались и конечности огромного монстра. Да, они обладали довольно хорошей защитой. Тем не менее, Джао сомневался в ее надежности, и поэтому хотел обеспечить монстра дополнительной броней. Впрочем, на этом еще ничего не закончилось. На огромном панцире глава клана Будда выстроил самую настоящую крепость. Так что теперь там он мог разместить свою нежить или союзных ему экспертов. Что же касается создания дополнительных кораблей, то с ними не могло возникнуть каких-либо проблем. Так что глава клана Будда в основном занимался тем, что создавал доспехи для огромной черепахи. Тем же самым занимались и его супруги. По их мнению, им следовало создать что-то, что позволит черепахе в полной мере реализовать всю свою огромнейшую мощь. Вот только сделать это действительно очень и очень сложно. Девушки разработали огромное количество различных доспехов, однако конечный результат либо не нравился им самим, либо против него выступала уже черепаха. Стоит отметить, что последняя, обитая в Облачном море, сумела развить огромную силу, мощную защиту и невероятное могущество. Вот только уровень ее интеллекта все еще оставался относительно низким. Однако, попав в пространственную ферму, она начала постепенно умнить. К сожалению, ей так и не удалось приобрести человеческое обличье или научиться говорить. Так ей все же удалось начать общаться с Джао и Каир. Так что огромный монстр и в самом деле проявлял недовольство относительно того или иного дизайна. Джао совершенно не ожидал, что старая черепаха окажется настолько привередливой. Так что через некоторое время ему и в самом деле заходилось заплакать. В конце концов, после того, как девушки и огромный монстр проверили огромное количество обсуждений, внесли невообразимое количество правок, им наконец удалось утвердить окончательный вариант дизайна. Так все недвижимые части тела будут защищены толстыми металлическими пластинами, а все остальные стальными чешуйчатыми пластинами. Последние не только не ограничивают передвижение, но и, самое главное, выглядит очень и очень красиво. Что же касается спины, то на ней глава клана Будда построил восьмиугольный бастион, разделенный на пять слоев. Вот только по какой-то неведомой ему причине он напоминал распустившийся цветок. Выглядело невероятно красиво, но вот о грозном и суровом виде не могло быть и речи. Ну, а так остроконечная башня в традиционном стиле, что возвышалась на 36 этажей, являла собой довольно-таки неприступную крепость. Самыми большими являлись первые три этажа, они же использовались как жилая зона, а вот на всех остальных Джа разместил свою нежить. Также в этом бастионе размещалось огромное количество всевозможных пушек, именно они защищали крепость от атак с воздуха. Что же касается стен, то они делились по высоте, более низкие на периферии и самые высокие в центре. Безусловно, что броня и бастион обладали огромной массой, но черепаха не ощущала каких-либо проблем или дискомфорта. Все дело в том, что Джа установил в замке энергетический пруд и ниянь. Естественно, что клан Будда не забыл и об атаке. Так теперь черепаха могла орудовать мощными металлическими когтями, а на ее лапах были установлены ускорители. Джа занимался всем этим целых полгода, но так как он использовал ускорение времени, никто не заметил его отсутствия, поскольку для них прошло лишь полмесяца. Как только время, что дали ему старейшины и стекло, глава клана Будда вернулся в главный лагерь. Примерно три дня назад здесь собралось большое количество экспертов, так что сейчас они ожидали прибытия Джа. Когда Джа появился в главном лагере, его немедленно вызвали в центральный зал, где уже собрались старейшины. Естественно, что Джа тут же отправился к ним, чтобы поприветствовать. Увидев его, Ла Цзун махнул рукой и произнес, младший Джа, как твои успехи? У тебя все готовы? На что глава клана Будда, слегка улыбнувшись, ответил, старейшина, можете не волноваться, все готовы. Услышав это, Ла Цзун кивнул и произнес, хорошо, тогда давай начнем. На этот раз с тобой отправится не только 80 000 обычных экспертов, но и примерно около 1000 старших мастеров, так что подумай, как их всех стоит разместить. Джа же с улыбкой сказал, старейшина, не стоит переживать, я все сделаю. Ла Цзун кивнул, а потом они все вышли на улицу. Оказавшись снаружи, глава клана Будда взмахнул рукой и в тот же момент призвал Плутона, башню, а также 11 кораблей великих духов и сотню лодок ткачей. В то же время в главном лагере появилась и старая черепаха. Когда старшие мастера увидели огромного монстра, то невольно взглянули на Джа. Тот же лишь улыбнулся и сказал, эта старая черепаха управляла монстрами в море облаков. Мне удалось подчинить ее и построить надежную крепость. Услышав эти слова, Ла Цзун кивнул и произнес, да, она и в самом деле выглядит очень мощной. Хорошо, Мую, давай организуем людей и отправимся в путь. После этого большой брат кивнул и тут же начал действовать. Джа же тем временем произнес, старейшины, которые участвуют в экспедиции, вы можете выбрать любой из артефактов, на каждом из них для вас подготовлены прекрасные комнаты. Более того, если хотите, то можете разместиться в крепости на спине черепахи. Ла Цзун в свою очередь улыбнулся и сказал, хорошо, тогда пусть каждый из старших мастеров сам выберет, как ему хочется путешествовать. После этого кто-то разместился в крепости, а кто-то отправился на свои любимые огромные магические инструменты. После того, как все распределились по магическим артефактам, Ла Цзун посмотрел на главу клана Будда и произнес, младший Джа, на этот раз руководителем группы старейшин является Муя. Я же останусь в главном лагере и присмотрю за ним. Ваша главная задача это разобраться с ткачами. Однако, сражайтесь только с обычными экспертами, а старших мастеров оставьте старейшинам. Джа в свою очередь кивнул и ответил, пожалуйста, будьте уверены, все будет хорошо. Ла Цзун же кивнул и, похлопав его по плечу, сказал глубоким голосом, иди и сделай мир сокровищ еще более могущественным. После этих слов глава клана Будда развернулся и улетел к замку. Разумеется, что миру сокровищ не удалось скрыть столь значимое событие от царства ткачей, однако последние уже и так сражались против мастеров меча, а также колдунов, поэтому никак не могли повлиять на действия мира сокровищ. Естественно, что внезапное движение столь огромных сил пробудило бдительность больших пространств, никто из них не верил, что мир сокровищ в самом деле решится бросить вызов ткачам. Тем не менее, через какое-то время большие пространства узнали, что мир сокровищ действует не сам, а является частью трехстороннего альянса, так что они не стали препятствовать продвижению его сил. Да и зачем? Им ведь наоборот выгодно, чтобы мир сокровищ ослаб еще больше. Естественно, что, когда армия пересекла границу, все большие миры продолжили наблюдать за ней еще некоторое время, но они не предпринимали каких-либо действий. В то же время битва между несколькими великими царствами становилась все более и более жесткой. Путь от главного лагеря мира сокровищ до земель ткачей занимает примерно 10 дней, но артефакты летели очень быстро и преодолели его всего лишь за неделю. После этого все старейшины собрались в замке. Правда, они сделали это не просто так. На самом деле их всех позвал Муя, чтобы обсудить текущую ситуацию. Как только все собрались, наставник Мую глубоким голосом сказал, примерно через два часа мы войдем на территорию ткачей. Я верю, что они уже готовы поприветствовать нас. Итак, как вы думаете, что нам следует предпринять, какими должны стать наши следующие действия? Впрочем, старейшины так ничего и не сказали, поэтому Муя повернул голову и посмотрел на Джааа. Младший, это твои магические артефакты, так что давай посмотрим, что можешь предложить ты. Услышав это, Джаа кивнул, а затем махнул рукой и перед всеми появилась огромная картографическая проекция. Затем глава клана Будда подошел к ней и сказал, примерно через час мы окажемся на территории ткачей. Но я уже отправил нежить, чтобы изучить их оборону. Похоже, что ткачи построили в местной горной гряде, что служит природной границей, весьма мощную крепость. Они практически выдолбили всю гору, чтобы разместить в ней свою артиллерию. Именно она представляет самую большую угрозу. Однако является далеко не единственным сюрпризом. Похоже, что ткачи оказались в весьма тяжелой ситуации, так как они поделились своим оружием со своими вассалами, так что по нам будет вести огонь весь гарнизон. Поэтому я предлагаю как можно быстрее прорвать их оборону при помощи кораблей ткачей, чтобы получить возможность уничтожить их защитные линии изнутри. После того, как Муя выслушал предложение Чжао, он кивнул и уточнил. Хорошо, но что насчет старших мастеров? Сколько их? Чжао же, услышав это, немедленно ответил. По моим оценкам, больше 300, но меньше 400. Муя в свою очередь кивнул головой и сказал. Хорошо, тогда мы разберемся с этими парнями, а вы действуйте согласно плану. Глава 1592. Джуджи Фын. Линия обороны Ядовитых гор возникла не так уж давно. Ранее это место являлось центром производства лекарственных растений и не предназначалось для военных целей. Все дело в том, что ткачи попросту не верили, что на них кто-то нападет. Так что им нужно было защищаться лишь от мастеров меча и колдунов. Но из-за последних событий, ткачам пришлось в экстренном порядке создавать линию обороны, ведь мир сокровищ и в самом деле собирался атаковать их. В прошлом ткачи никогда не думали, что подобное когда-либо произойдет. По их мнению, мир сокровищ это низшее пространство. Поэтому, если они хотели атаковать, то делали это. Более того, им ничего не мешало уничтожить мир сокровищ. Но позже ткачи поняли, что очень сильно ошиблись. Мир сокровищ определенно не мягкая хурма, которую они могут ущипнуть практически в любой момент. Так все их планы провалились, а сами ткачи понесли существенные потери. Более того, теперь мир сокровищ даже осмелился выступить про них. А самое худшее, что они делали это совместно с двумя великими царствами. Разумеется, что ткачи сразу же захотели отправить свою армию, чтобы сокрушить войска мира сокровищ. Однако они довольно быстро поняли, что у них явно недостаточно сил, чтобы осуществить подобное. Поэтому ткачам пришлось установить линию обороны. Впрочем, с последним не возникло особых проблем. Эксперты умели прекрасно выкапывать пещеры и создавать стены при помощи заклинаний. Так что им оставалось лишь притащить пушки и поставить главный защитный массив. Тем не менее, ткачи в самом деле придавали огромное значение создаваемой линии обороны, иначе никто не стал бы присылать 300 старших мастеров. Так лишь 50 из них являлись ткачами, остальных же прислали вассалы, чьи главные лагеря находились ближе всего к линии обороны Ядовитых гор. Поэтому ткачи могли быть совершенно уверены, что силы гарнизона будут стоять до последнего. Джуджи Фэн стояла на Ядовитой горе и смотрела вдаль. Она уже получила донесения о приближающихся к ним силам мира сокровищ. Иными словами, их ждала очень крупная битва. Джуджи Фэн являлась весьма редким явлением для поля битвы в Антзе, а именно женщиной, что сумела достигнуть стадии долголетия. Сейчас Джуджи Фэн стояла на Ядовитой горе и с тяжелым лицом смотрела куда-то очень далеко. Рядом с ней находилось два птицеподобных монстра. Последние отличались довольно необычной красотой. Эти монстры назывались семицветными фениксами. Это весьма мощные птицы с очень высокой скоростью и мощной атакой. Джуджи Фэн в настоящее время являлась главнокомандующим линией обороны. Она прекрасно осознавала то, насколько важно удержать это место. Если мир сокровищ прорвется, то создаст хаос в их тылу, и они не выдержат натиска армий двух великих царств. Джуджи Фэн уже слышала от тех, кто проиграл миру сокровищ, что последние также сумели разработать свое собственное огнестрельное оружие. Более того, их артеллерия значительно превосходила мощь пушек ткачей. И вот теперь настала ее очередь столкнуться с миром сокровищ. Тем не менее, Джуджи Фэн и в самом деле жаждала увидеть, настолько ли могущественен их враг, как о нем говорят. Вот только в этот момент один из фениксов внезапно закричал. Все знали, что у мира сокровищ очень много огромных магических артефактов, но никто не мог предвидеть, что эти парни решат использовать их все. Она уже видела корабль великих духов, так как ткачи сотрудничали с гигантами. Тем не менее, к миру сокровищ технология их создания попала не так уж давно. Так что Джуджи Фэн очень сильно удивилась, что их противникам удалось создать так много огромных магических артефактов. Вскоре флот мира сокровищ приблизился к линии обороны. Увидев его, Джуджи Фэн холодно фыркнула, а уже в следующий момент ее тело взлетело вверх. Естественно, что два феникса последовали за ней. Приблизившись к флоту, Джуджи Фэн громко прокричала, люди мира сокровищ, выходите и поговорим. Подобные диалоги были вполне традиционными для сражений на поле битвы в Аньцзе. Более того, они считались чем-то совершенно правильным и благородным. С другой же стороны, внезапный выстрел из-за всех дальнобойных пушек воспринимался как нечто очень и очень подлое. Безусловно, что Джа это совершенно не нравилось, ведь так он терял значительную часть своей боевой мощи. Впрочем, он не собирался что-либо менять. Тем временем Муя появился на носу Плутона и, глядя на Джуджи Фэн, глубоким голосом произнес. Старейшина Муя рад возможности встретиться с семицветным фениксом. Монстры, используемые Джуджи Фэн, это семицветные фениксы, поэтому со временем люди стали называть ее точно так же. Эта дама носила точно такие же одежды, как обычные ткачи, с одним лишь исключением, ее наряд выглядел куда более красочно. Впрочем, имелись и другие отличия. Так она использовала сразу два длинных ружья. Когда Джуджи Фэн увидела Муя, то глубоким голосом произнесла. Муя, о какой еще радостной встрече ты говоришь? Зачем ты пришел сюда, да и еще привел с собой так много солдат? Старейшина Мира Сокровищ в свою очередь посмотрел на Джуджи Фэн и вдруг засмеялся, зачем я пришел сюда? Хороший вопрос, пожалуй, можно сказать, что мы здесь ради мести. Вы уже дважды нападали нам Мир Сокровищ, так что сегодня наконец настало время ответить за это. Джуджи Фэн как-то не ожидала, что Муя ответит настолько быстро и легко. Так что ее лицо не могло не измениться. Тем не менее, уже через мгновение она сказала глубоким голосом, Муя, ты должен прекрасно понимать, что мы не спустим вам подобное. Так что вас будет ждать жесткая месть. Вот только Муя, услышав подобное, лишь засмеялся. Можно подумать, если мы сейчас развернемся и уйдем, то вы оставите нас в покое? Так что давайте перестанем вести этот совершенно бесполезный разговор, давайте все решим в битве. Как только он произнес эти слова, флот Мира Сокровищ внезапно перестроился в один ряд и направился к линии обороны. В тот же момент из бортов огромных магических артефактов выдвинулись мощные пушки. Когда Джуджи Фэн увидела эту ситуацию, ее лицо не могло не измениться. Она совершенно не ожидала, что Муя настолько быстро перейдет в наступление. К счастью, Джуджи Фэн была готова к любым сюрпризам и поэтому сразу же вернулась на линию обороны. Вот только так как ее создали лишь недавно, главный защитный массив не обладал достаточно огромной мощью. Впрочем, по мнению Джуджи Фэн, этого будет вполне достаточно, чтобы остановить продвижение сил Мира Сокровищ. Как только Джуджи Фэн вернулась, флот тут же выстрелил из пушек и огромное количество снарядов, словно капли дождя устремились к линии обороны. К этому моменту весь горный склон оказался выдолблен ткачами. Более того, за исключением некоторых несущих столбов, все свободное место использовалось для установки различных магических инструментов. Ткачи даже притащили около 200 пушек, правда не очень большого калибра, однако теперь их войска могли использовать и оружие наподобие миномета, так что их артиллерия тоже открыла огонь. Но вскоре Джуджи Фэн обнаружила, что что-то не так. Оба залпа прозвучали почти одновременно, но если снаряды ткачей летели огромной волной, то все выстрелы Мира Сокровищ оказались нацелены в одно и то же место. Более того, траектория полета их снарядов не всегда являлась прямой, по какой-то причине она то и дело изгибалась под довольно необычными углами. Естественно, что Джуджи Фэн не ожидала увидеть что-то подобное. Артиллерия Мира Сокровищ оказалась уж слишком странной, однако, если все их снаряды действительно попадут в одно и то же место, главный защитный массив не выдержит. Вполне вероятно, что в нем может появиться брешь. Как раз в тот момент, когда Джуджи Фэн хотела, чтобы эксперты линии обороны блокировали эти снаряды с помощью своего оружия, последние внезапно ускорились и достигли главной защитной формации. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, прозвучала череда взрывов, а затем раздался еще один залп. Как результат, главный защитный массив не выдержал, и в нем образовалась огромнейшая дыра. Естественно, что эксперты ткачей оказались невероятно ошарашены. Они даже представить себе не могли, что их хорошо подготовленная линия обороны не выдержит и двух залпов. Тем временем от флота Мира Сокровищ отделились небольшие, но быстрые лодки, выстроившись веером, прорвались через образовавшуюся брешь. Как только Джуджи Фэн увидела это, то сразу же поняла, что все очень плохо. Тогда она махнула рукой и вытащила два своих ружья. После чего зарядила их энергией и выстрелила в сторону небольших лодок. Естественно, что уже через несколько мгновений пули издали звук Данг-Данг. Разумеется, что Джуджи Фэн была совершенно уверена в своей мощи. Она верила в свои атаки и знала, что в миг уничтожат эти магические артефакты. Тем не менее, Джуджи Фэн неожиданно поняла, что лодки совершенно не пострадали. Более того, казалось, что магические инструменты и вовсе не получили каких-либо повреждений. Глава 1593. Прорванная линия обороны. Джуджи Фэн была очень хорошо знакома с теми небольшими кораблями, которыми пользовались ткачи. В конце концов, ведь именно ткачи разработали этот тип судна. Хотя они не могли перевозить много людей, но, безусловно, обладали весьма огромной атакующей мощью. Однако именно поэтому Джуджи Фэн прекрасно осознавала, что если эксперту, достигшему стадии разделения духа, это судно способно доставить огромное количество проблем, то для старшего мастера снести этот корабль нескольким ударами не составит особых проблем. Но на этот раз Джуджи Фэн явно просчиталась. Ее пули могли сломать обычные корабли, но эти судна глава клана Будда создал из своего серебряного союзника. Безусловно, маленькие пули никак не могли разрушить структуру относительно небольших кораблей. Тем не менее, так как старший мастер прекрасно знала, где именно находится команда корабля, именно в них она и целилась. Иными словами, если убить людей, то судно перестанет представлять столь существенную угрозу. Но корабли Чжаа действовали без команды, в них не было даже нежити. В этом нет ничего удивительно, ведь энергию они получали от энергетических прудов Иньянь, а управлялись при помощи пространственной фермы. Когда Джуджи Фэн увидела, что ее атака совершенно бесполезна, то не могла не разозлиться. В это же время другие старшие мастера ткачей также начали атаковать корабли и оказались в точно такой же ситуации. Никто из них не мог нанести достаточно серьезные повреждения, чтобы остановить эти суда. Тем не менее, старшие мастера тут же подумали о другом методе. Если им не удается уничтожить корабли, то почему бы их не захватить? Вот только, когда один из старших мастеров приблизился к судну, оно внезапно очень сильно уменьшилось и невероятно быстро сбежало от него. Как только это произошло, все старшие мастера ошарашенно замерли. Они совершенно не понимали, как это могло случиться. Кто же управляет этим судном? Это ведь невозможно, после подобного изменения размера команду ведь должно было попросту раздавить. Естественно, что Джуджи Фэн также заметила эту ситуацию. Как только она увидела, что случилось, то поняла, что битва будет невероятно жестокой. Так что Джуджи Фэн сразу же закричала, приказываю всем старшим мастерам немедленно присоединиться к сражению. Давайте посмотрим, что мир сокровищ сможет сделать в подобной ситуации. Джуджи Фэн очень хорошо понимала, что корабли не являются их самой главной головной болью. Сейчас куда более важно узнать, сколько старших мастеров выставил мир сокровищ. Когда остальные старейшины ткачей услышали, что сказала Джуджи Фэн, то сразу же поняли, что же она имела в виду. Сейчас они не могли справиться даже с небольшими кораблями. Если же мир сокровищ привел с собой достаточно много старших мастеров, то им и вовсе лучше как можно быстрее отступить, чтобы не участвовать в заранее проигрышном сражении. Тем временем корабли, посланные Джао, выкашивали обычных экспертов-ткачей, словно обычную траву. Более того, что бы они ни делали, им не удавалось остановить эти суда. Тем не менее, уже через некоторое время брешь в обороне наполнилась большим количеством старших мастеров. Разумеется, что эти парни довольно быстро выставили щиты, и небольшие корабли полностью потеряли свою эффективность. Иными словами, миру сокровищ придется использовать своих старших мастеров, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации. Однако, как только это произошло, старейшины-ткачи не захотели куда-либо уходить, предпочтя остаться в этом месте. Иными словами, как только старшие мастера мира сокровищ покинули великие артефакты, их тут же атаковали. Видя это, Муя сразу понял, что хочет сделать Джуджи Фэн. Она хотела использовать энергетические колебания, появляющиеся из-за сражения старших мастеров, для того чтобы блокировать силы мира сокровищ. В данной ситуации это очень хороша идея, но она слишком недооценила мир сокровищ. Последний отправил около 1000 старших мастеров, и поэтому 300 человек, ну никак не смогут блокировать их наступление. Поняв, что именно задумала Джуджи Фэн, Муя немедленно выпустил всех старших мастеров. Разумеется, что ткачи не могли сдержать настолько сильно превосходящие их силы. Поэтому уже через некоторое время противники мира сокровищ начали нести весьма жесткие потери. Как только Джуджи Фэн увидела это, то поняла, что им не удастся сдержать натиск их врагов. Поэтому она приказала всем защитникам линии обороны отступить. Таким образом пала первая линия обороны ткачей. Тем не менее, Муя и все остальные прекрасно понимали, что эта победа лишь начало, а впереди их будут ждать еще более ожесточенные сражения. Естественно, что больше всего выгоды от этой битвы получил Джаа. Он снова сумел пополнить свою немертвую армию несколькими действительно мощными бессмертными. После того, как Джуджи Фэн и остальные сбежали, мир сокровищ не стал их преследовать. Вместо этого они вернулись обратно на свои огромные магические артефакты, немного отдохнули и снова собрались в замке. Когда все собрались, Муя посмотрел на Джаа и произнес «Хорошо, на этот раз твой план оказался довольно эффективным, так что расскажи, что по-твоему мы должны сделать дальше». Когда все остальные услышали эти слова, то оказались крайне ошеломлены. Безусловно, главнокомандующим в сражении с настолько опасным врагом должен быть именно Муя. Но теперь он решил выслушать план, предложенный Джаа. Впрочем, некоторое время подумав, все пришли к выводу, что все это не более чем тренировка для Джаа. Согласно традициям мира сокровищ все старшие мастера обязаны уделять очень много внимания воспитанию молодого поколения. Правда в основном все это относится к тренировкам личной боевой мощи, но многие занимаются развитием и других талантов, таких как, к примеру, умение командовать, по сути, в этом нет ничего плохого. В конце концов, все они смертны и рано или поздно им придется умереть. Поэтому, когда придет это время, после них останется новое поколение старших мастеров. Джаа в свою очередь также замер, но через несколько мгновений взглянул на Муя. Тот в свою очередь кивнул, тем самым давая понять, что абсолютно серьезен. После этого глава клана Будда активировал проекцию карты. Но на этот раз она отображала весьма обширную территорию. Джаа же, указывая на карту, сказал, Старейшины, возле нас находится около ста маленьких лагерей разных видов. Некоторые из них созданы совсем недавно, а некоторые существуют уже довольно длительное время. С новыми лагерями не должно возникнуть особых проблем, однако старые это очень мощные крепости. Более того, если мы просто проигнорируем маленькие базы, то со временем они могут объединить свои силы и нанести нам весьма болезненный удар в спину. Поэтому я предлагаю никуда не спешить, давайте шаг за шагом уничтожим все главные лагеря малых миров и лишь затем вступим в войну с самими ткачами. Услышав это, Муя кивнул, однако потом спросил, Но разве это не замедлит наше продвижение? Если мы оскорбим наших союзников, то ничего хорошего из этого не выйдет. На что Джаа совершенно спокойно ответил, Старейшина, не стоит волноваться, ткачи куда больше переживают о вторжении на их земли двух других великих царств, поэтому отправили к ним куда более многочисленные силы, так что наши союзники будут продвигаться вперед куда более медленно, чем мы. Услышав это, Муя кивнул, а потом внимательно посмотрел на карту и глубоким голосом произнес, Хорошо, тогда как же обстоят дела у наших союзников? После этих слов Джаа осознал, что ему все еще не удалось убедить Старейшину, поэтому он кивнул и изменил масштаб карты, В данный момент колдуны и мастера меча должны быть здесь и вот здесь. То есть они все еще не очень далеко от входа в земли ткачей. Последние организовали очень хорошую оборону, и наши союзники увязли в ней. Тем не менее, Муя нахмурился и сказал, Но если мы будем слишком настойчивыми, то ткачи усилят натиск и на нас, ведь так? На что Джаа, слегка улыбнувшись, ответил, Насчет этого можно не волноваться, благодаря огромным магическим артефактам мы очень мобильны, и если ткачи действительно усилят натиск, то нам останется лишь прорваться к нашим союзникам. Разумеется, что при этом мы понесем определенные потери, но не такие уж большие. Более того, так наши союзники смогут в полной мере оценить всю мощь мира сокровищ. Как только прозвучали эти слова, Муя засмеялся, а потом похлопал Джаа по плечу, Хорошо, хорошо, давайте так и поступим. Джаа в свою очередь кивнул и спросил, Итак, мы отправляемся в путь? Муя же махнул рукой и сказал, Да. Джаа изменил курс, которым летели его огромные магические артефакты. После этого все разошлись по своим апартаментам, но Мую остался. Он и Джаа стояли на вершине восьмиугольной крепости и любовались пейзажем. Однако через какое-то время Мую сказал, Если на этот раз мы действительно сможем уничтожить пкачей, То это и в самом деле пойдет на пользу миру сокровищ. Таким образом мы не только вернем полуостров, Но и заставим великие царства уважать нас. Джаа же кивнул и сказал, Да, я верю, что в этот раз мы сможем противостоять пкачам. Вот только, похоже, что наши союзники решили полностью искоренить их. Так что мы должны приложить массу усилий, иначе колдуны не отдадут нам нашу награду. Мую же ничего не сказал, а лишь кивнул. Глава 1594. Затягивание времени. Джуджев и все остальные не стали возвращаться в свой главный лагерь, Так как прекрасно понимали, что если они сейчас отступят, То уже не смогут заблокировать продвижение армии мира сокровищ Лишь с помощью войск своих вассалов. С другой стороны, в данный момент ткачам оставалось лишь защищаться и ждать прибытия подкреплений. Итак, Джуджев и все остальные отступили в главный лагерь небольшого мира, Что находился не так уж далеко от первой оборонительной линии. Эта база находилась в долине. Последняя контролировалась этим маленьким миром в течение многих лет. Благодаря этому они сумели закрепиться и превратить свой главный лагерь в самую настоящую крепость. Джуджев и также это прекрасно знала, И именно поэтому она и направила свою армию в это место. Однако это еще не все. Джуджев и немедленно приказала усилить контакт между всеми вассальными мирами. Теперь, как только один из них подвергнется нападению, Все остальные должны будут оказать поддержку. Пожалуй, стоит упомянуть некоторую особенность вассальных миров, Что служили великим царством. Так они считали, что ничем не уступают большим пространствам земель хаотической войны. Иными словами, эти парни не решатся вступить в бой с колдунами или мастерами мечей, Но если на них нападет мир сокровищ, То не станут убегать и вступят с ним в бой. В глазах маленьких миров великих царств, Территория хаотической войны, Это место, где обитают одни лишь варвары и различные отбросы. Поэтому вполне естественно, Что небольшие пространства были готовы сражаться до последнего, Ведь, по их мнению, В случае проигрыша их будет ждать нечто похуже, чем смерть. Поэтому, когда ткачи начали организовывать оборону, Маленькие миры внимательно прислушивались ко всем их приказам и тут же исполняли их. С другой же стороны, Там, где битвы велись с колдунами и мастерами мечей, Все было несколько иначе. В этом случае ткачам в буквальном смысле Приходилось заставлять маленькие миры выставлять свои войска. Разумеется, что Чжа ничего об этом не знал. Он, как и планировал, Шаг за шагом атаковал лагеря небольших пространств. На этот раз его целью должен был стать небольшой мир, Что назывался дух формирования. Естественно, что глава клана Будда, Благодаря немертвым ткачам, Сумел кое-что разузнать об этом пространстве. Как следовало из названия, Этот мир уделял огромное внимание методам формирования. Более того, Они достигли в этом просто удивительного прогресса. Таким образом, Совершенно неудивительно, Что их главный лагерь оказался защищен Невероятно огромным количеством формирования и оборонительных массивов. Причина, Жизнь, за которой Чжа выбрал это место в качестве первой цели, Также заключалась в очень хорошей защите этого места. Если подобная крепость окажется у них в тылу, То доставит массу весьма болезненных проблем. Тем не менее, Когда до главного лагеря духа формирования Оставалось около десяти му, Флот мира сокровищ внезапно остановился. Сейчас Муя и Чжа находились на самой вершине их мобильной крепости. Так что, Когда все магические артефакты замерли, Старейшина посмотрел на главу клана Буддая Задаченным голосом спросил, Младший, Почему ты остановился? Разве нам не следует поспешить? Чжа же, Услышав это, Слегка улыбнулся, Все не так уж просто. Старейшина, Этот мир весьма известен своим формированиями, Поэтому нам следует как можно быстрее уничтожить этого противника. Однако на подступах к их лагерю Расположено огромное количество ловушек, Так что воевать с этими ребятами боятся даже ткачи. Впрочем, Нам в любом случае следует их уничтожить, Иначе в будущем нас будет ждать масса проблем. Услышав подобное, Муя на некоторое время замер, А потом посмотрел на Чжа и спросил, Тогда каков твой план? Чжа в свою очередь слегка улыбнулся, А потом произнес, Я хочу уничтожить все формирования на нашем пути, А затем зачистить лагерь. Как только он произнес эти слова, То взмахнул рукой, И пушки его магических артефактов Тут же начали вести яростный огонь. После этого лес, Что находился перед ними, Превратился в море пламени. Однако через некоторое время Пушки перестали стрелять, А затем волны под Плутоном Тут же потушили бушующий огонь. Тем не менее, Когда Чжа отправил вперед Один из небольших кораблей, То последний уже через несколько мгновений Начал бешено вращаться, А затем его отбросило назад. Увидев это, Чжа понял, Что магические массивы не пострадали. Впрочем, Глава клана Будда не собирался сдаваться. Чжа холодно выкрикнул и махнул рукой. После этого Огромная черепаха выплюнула темные облака, И они быстро заполонили Все доступные пространства. Так через некоторое время Они довольно быстро рассеялись, Увидев это, Чжа махнул рукой, И флот мира сокровищ Снова двинулся вперед. Разумеется, Что Муя внимательно следил за действиями Чжа. Так он знал, Насколько разрушительными могут быть темные облака, И что теперь все магические формации оказались разрушены. По сути, В этом не было ничего удивительного. Все магические массивы работали за счет духовной ци. С другой же стороны, Темные облака очень хорошо поглощали ее. Именно поэтому магические массивы, Потеряв энергию, Больше не могли поддерживать свое существование. Когда флот мира сокровищ приблизился к главному лагерю духа формирования, Из него вышли все старшие мастера. Они хотели посмотреть, Как же Чжа сумеет справиться с главным защитным массивом. Главы клана Будда махнул рукой, И все пушки снова открыли огонь. Или, точнее говоря, Практически все. Так корабли ткачей, Наоборот, Еще больше ускорились и собрались попросту протаранить главный защитный массив. Что же касается Плутона, То он для атаки использовал не пушки, А змеиные иглы. Последние предназначались, Как раз таки для уничтожения оборонительных формаций, Тем не менее, Даже они не сумели пробить эту преграду. Но как раз в этот момент, В магический щит врезались корабли ткачей. Последние обладали, Куда более мощной массой и импульсом, Чем иглы. Поэтому все же сумели пробить огромную дыру. Однако чуть позже Чжао обнаружил, Что главный защитный массив не так уж прост. Да, в нем образовалась дыра, Но он не рухнул. Более того, Образовавшаяся брешь начала понемногу затягиваться, Что ни говори, А ничего подобного глава клана Будда еще не видел. Разумеется, Что Чжао не мог позволить щиту восстановиться, Так что корабли ткачей отошли в стороны, И уже артиллерия продолжила расширять образовавшуюся брешь. Благодаря этому уже через какое-то время Силы Мира Сокровищ, Наконец смогут ворваться во вражеский лагерь. Естественно, Что Чжао не стал страдать излишней вежливостью. Он махнул рукой, И флот Мира Сокровищ Начал обстреливать уже сам главный лагерь Мира Духа Формирования. Однако, Последний внезапно покрылся слоем толстого тумана, И поэтому никто не мог сказать, Насколько разрушительными оказались их атаки. Тем не менее, Чжао прекрасно знал, Что сейчас в лагере их противников находилось довольно много людей. Вот только последние, Похоже, Предвидели, Что главный защитный массив может пасть, И поэтому создали огромное количество формирований Уже внутри своей главной базы. Безусловно, Подобный план мог преподнести массу головной боли Практически любому противнику. Однако, К их огромному сожалению, Сейчас они сражались с Чжао, А глава клана Будда весьма хорошо разбирался в различных формированиях. Более того, Он мог использовать ресурсы пространственной фермы, Для взлома магических массивов. К тому же, В руках Чжао находилось огромное количество магических инструментов, Что специализировались, Как раз таки, На уничтожении магических барьеров. Так, Если последние являли собой нечто вроде замков, То артефакты были чем-то вроде отмычек или огромного лома. Тут все зависело от конкретной ситуации и поставленных целей. Именно по этой причине Чжао приказал великим артефактам разогнаться И обрушить на магические массивы все свою разрушительную мощь. Естественно, Что защитники лагеря не могли не заметить происходящее. Они прекрасно понимали, Что не могут себе позволить вступить в прямое противостояние с миром сокровищ. Поэтому они сбежали, Воспользовавшись транспортным массивом, А затем взорвали свою главную базу. Таким образом победа осталась за миром сокровищ, Но они не получили ничего ценного. Все это очень наглядно демонстрировало, Насколько хороши магические массивы их противников. Именно благодаря им Чжао пришлось продвигаться вперед очень и очень медленно. Более того, Они же позволили защитникам лагеря успешно сбежать. Впрочем, Глава клана Будо не особо то и злился. Он прекрасно понимал, Что в будущем ему еще не раз придется сражаться с людьми духа формирования. После того, Как лагерь оказался уничтожен, Чжао и все остальные немедленно направились к своей следующей цели. На этот раз главный защитный массив пал намного быстрее, Однако битва все равно выдалась очень и очень жаркой, Ведь местных экспертов поддерживали ткачи. Тем не менее, Силы мира сокровищ все же сумели одержать уверенную победу. Да, Чжу Чжи Фэн поддерживала этот маленький мир, Но в ее руках имелось слишком мало ресурсов, Чтобы успешно отражать атаки превосходящих сил противника. Изначально Чжу Чжи Фэн хотела провести решающие сражения с миром сокровищ, Но быстро отказалась от этой идеи. На этот раз их противник привел с собой слишком много старших мастеров, И поэтому в случае прямого столкновения войска Чжу Чжи Фэн потерпит сокрушительное поражение. Более того, старший мастер со временем обнаружила, Что у нее и вовсе нет хорошего способа остановить продвижение сил мира сокровищ. В конце концов, Ей осталось лишь сдерживать удары Чжа. Для этого она приказа силам своих вассалов собраться в самых хорошо укрепленных лагерях. Таким образом, Миру сокровищ приходилось тратить довольно много времени на то, Чтобы сломать хорошо организованную оборону. В то же время Чжу Чжи Фэн также подала заявку на большое количество материалов из главного лагеря ткачей. Ими она планировала значительно усилить оборону сразу нескольких маленьких лагерей, А также создать огромное количество транспортных массивов. Таким образом она сможет перекидывать свои силы из одного лагеря в другой, Тем самым все сильнее и сильнее изматывая своих врагов. Более того, Так Миру сокровищ придется тратить очень много времени буквально на каждую битву. Честно говоря, Чжа и в самом деле не ожидал, Что Чжу Чжи Фэн сумеет придумать настолько хороший план. Да, Каждый из малых лагерей они сносили одной атакой, Но при этом им приходилось идти от одной базы до другой. Иными словами, Отсутствие возможности разделить свои силы не самым лучшим образом сказывалось на их продвижении, Однако Чжа никуда и не спешил. Он прекрасно понимал, Что сейчас силы ткачей сосредоточились в нескольких очень хорошо укрепленных лагерях, И если они нападут на них, То понесут довольно-таки существенные потери. Поэтому глава клана Будда планировал дождаться, Пока их союзники сумеют отвлечь на себя часть сил ткачей, И лишь после этого нанести сокрушительный удар. Глава 1595. Ткачи мобилизуют солдат. Чжу Чжун стоял в конференц-зале главного лагеря мира ткачей, И тихо смотрел на астролябию перед ним. Последняя являла собой некоторое подобие карты. Ранее она использовалась для отображения планет, Что использовались теми или иными кланами. Но потом этот артефакт принесли на поле битвы в Анцзе и перенастроили. Чжу Чжун являлся патриархом этого поколения царства ткачей. Мир последних шел по пути монархии, И поэтому у каждого поколения свой правитель, Однако все они носили имя Чжу Чжун. Так называли древнего бога огня, А народ ткачей всегда был известен своим мощным контролем над пламенем, Поэтому они всегда считали себя детьми этого божества. Именно поэтому имя Чжу Чжун передавалось от одного правителя к другому. Нынешний патриарх не являлся гениальным правителем, Но и особых провалов он также не совершал. Иными словами, при его правлении не произошло ничего плохого, Однако и скачка в развитии также не случилась. Тем не менее, нынешняя ситуация на поле битвы в Анцзе оказалась очень сложной. Можно сказать, что самой огромной ошибкой Чжу Чжу Настало решение атаковать мир сокровищ. Две военные компании оказались совершенно бесполезными и контрпродуктивными. Более того, ткачи понесли весьма ощутимые потери. Еще ни разу в жизни Чжу Чжун не совершал настолько сильных промахов. Тем не менее, патриарх и представить себе не мог, Что в этот момент колдуны и мастера меча объединят силы, чтобы напасть на них. Однако самым неприятным был тот факт, что мир сокровищ также начал действовать. Когда Чжу Чжун получил сообщение о происходящем, он очень разозлился, Но затем атака мира сокровищ заставила его ощутить некоторое беспокойство. Последние продвигались вперед уж слишком быстро. Скорость их наступления превзошла воображение патриарха. Так что когда Чжу Чжу Фэн предложила свой план, Чжу Чжун согласился. Он немедленно направил ей запрашиваемые материалы. Таким образом им удалось замедлить продвижение Чжа и выиграть время, Чтобы мобилизовать дополнительных солдат. Впрочем, Чжу Чжун также прекрасно понимал, Что подобным способом им не удастся сломить ход сражения. Текущий стиль боя мира сокровищ весьма напоминал методы сражения гигантов. Так последние понесли весьма существенные потери И больше не могли противостоять своим смертельным врагам. Впрочем, даже если бы гиганты находились в своей самой лучшей форме, То все равно не смогли бы использовать более 10 кораблей великих духов. Да, это вполне сравнимо с тем количеством, что использует мир сокровищ. Вот только в руках последних имелось и около 160 клинокоподобных лодок ткачей. Эти корабли по сути являлись огромным оружием, но только условно. Если сравнивать их с человеком, то их размер поражал. Однако они очень сильно проигрывали в пропорциях кораблям великих духов. Мир сокровищ сделал огромный рывок в развитии, И, безусловно, теперь ткачам будет очень и очень сложно совладать с ними. Но, с другой стороны, и в распоряжении последних все же кое-что имелось. Но это не магические инструменты, а огромные монстры. Ткачи прославились тем, что выращивали огромных тварей. Некоторые из них и в самом деле были просто невероятно огромны. Именно поэтому Джужун все же решил использовать их. Так что он отозвал часть сил ткачей с фронта и направил их на битву с миром сокровищ. Разумеется, в этом случае они должны были действовать очень и очень быстро. Так 50 000 человек немедленно отправились в путь. Естественно, они вели с собой более 100 000 монстров. В дополнение к этой армии на помощь Джужжи Фин отправилась тысяча старших мастеров. Изначально они тоже сражались против колдунов и мастеров мечей, но теперь их также переместили. Вот только переброска настолько огромных сил не могла не привлечь внимание колдунов и мастеров мечей. Естественно, что последние связались с Муя и начали сотрудничать. Старейшина в свою очередь сразу же сообщила действия их ткачей главе клана Будда, чтобы тот сумел заранее подготовиться к ним. Впрочем, Джужжа не слишком то и волновался. Он уже и так все это знал. Более того, ему также было прекрасно известно и о численности вражеских войск. Разумеется, что Джужжа не мог не волноваться. Похоже, что ткачи решили избавиться от них одним единственным ударом. Тем не менее, это не значит, что мир сокровищ оказался в смертельной опасности. В конце концов, в их распоряжении также имелось очень много солдат, магические артефакты.